Король жизни. Глава первая. То был дом состоятельный, почтенный и знаменитый. Проживал в нем сэр Уильям Уайльд, специалист по глазным и ушным болезням, самый известный в городе врач. Часы на башнях еще не успевали пробить в восемь утра, как двери дома со стуком открывались. Остановившись на крыльце, доктор одним взглядом определял погоду и спешил в город. Неряшливый в одежде, с неподстриженной бородой и лохматящимися под старой обтрепанной шляпой волосами, он наполнял шумной своей веселостью дома пациентов и палаты больниц, из которых несколько он сам основал и содержал. Проницательность ученого, смелость и ловкость рук с тяжелыми, всегда чуть грязными пальцами, словно ему некогда было отмыть их от рукопожатия нищеты, с которой он сталкивался, снискали ему славу несравненного хирурга. Все, за что он не брался, он делал со страстью, был ненасытен в труде, ненавидел покой, отличался такой же пылкостью в любви и в развлечениях, как и на заседаниях коллег-ученых, которых выводил из равновесия своим задором, страстностью инициативы. Он основал издание Dublin Quarterly Journal of Science, и опубликованные там трактаты обеспечивают ему до ныне титул отца современной отологии. В молодости он совершил путешествие по Средиземному морю и описал это в книге, выдержавшей несколько изданий. С той поры доктор часть своего времени посвящал литературе. Он любил свой край и знал его так, как до него не знал никто. Изъездил его вдоль и поперек, оставляя мимоходом молодым хуторянам живые сувениры. Был он авторитетом во всех вопросах, касающихся прошлого Ирландии, ее искусства, архитектуры, топографии. Наполеон III советовался с ним на предмет кельтских древностей. Принц Уэльский, будущий Эдуард VII, посещал Дублинский музей в его сопровождении. От шведского короля он получил орден полярной звезды. Поздно вечером дверь его кабинета открывалась в соседнюю комнату, где под бюстом своего великого деда, Мэтть Юрина, окруженная книгами и тетрадями, работала леди Уайльд. Она была женщина мечтательная, романтичная, экзальтированная. Девичью свою фамилию Элджи она считала искаженной формой Аталигьери и причисляла Данте к своим предкам. Высокая, черноволосая, голубоглазая, она, казалось, сошла с фресок Санта-Мария-Новелла. Она читала на латыни и на греческом, успокаивала эсхилом разыгравшиеся нервы. В юности она под псевдонимом Сперанца писала стихи и политические статьи. В год весны народов она бросила лозунг борьбы за свободу Ирландии. «Страна наша!» — восклицала она в статье «Жребий брошен». Этот номер журнала «Нэйшн» был конфискован, а редактора привлекли к суду. Во время судебного заседания с галереи донесся возглас. «Я виновна!» И мисс Франческа Элджи, пробравшись через толпу, предстала перед трибуналом. Ее никак не наказали, но с тех пор она прослыла героиней, и в городе ее встречали приветственными кликами. Выйдя замуж, она от этих дел отошла, старалась, чтобы о них забыли, особенно когда муж получил дворянское звание и орден святого Патрика. Она переводила французские и немецкие романы назидательного содержания, упорядочивала собранные доктором материалы. 16 октября 1854 года леди Уальд родила сына, которому при крещении были даны имена Оскар, Фингал, Офлаэрти, Уиллс. Это был второй сын после намного старшего Уильяма. Леди Уальд хотела дочку. Мальчика наряжали девочкой, говорили о нем она, покуда не появилась та, что кружила по дому, словно золотой луч. Ей дали красивое имя Изола. Но вскоре, после недолгой болезни, она умерла. Оскар, сам еще ребенок, спрятал на память прятку ее волос, в конверте которой разрисовал крестиками да веночками и написал на нем слова из Евангелия от Марка «Она не умерла, но спит». Отец брал его с собой в поездке по Ирландии. Они посещали старых знакомых доктора, сельских учителей, собиравших для него народные песни и предания, сведения об обычаях, о памятниках древности. Разговоры велись о всяких страшных вещах, об упырях, о древних королях и героях. Отец с сыном бродили среди заросших травою могил, осматривали ветхие церкви, ходили вдоль рек, где отец бывало усаживался с удочкой на долгие часы. По вечерам сэр Уальд выпивал с друзьями на постоялых дворах и в гостиницах, потом будил сына на заре, чтобы показать ему восход солнца, а если случалась гроза, до полуночи не давал мальчику спать. Пока гремел гром и сверкали молнии. Аскар возвращался к матери простуженный. Когда ему исполнилось десять лет, отец отвез его в Эннискил и определил в знаменитую Портораскул. Город располагался на острове посреди светлых вод озера Эрне, а школа была серьезная, строгая, истинно английская, враждебная ирландским национальным чувствам, протестантские священники, чтение псалмов, проповеди. Оскар сразу поступил в третий класс. Ученик он был посредственный, поздно вставал, заглядывался на пролетавших над озером птиц, читал романы Дизраэля и, тоскуя по домашней неге, возмущался строгостью школьной жизни. Когда же, наконец, привык, оказалось, что он отстает по арифметике и не может справиться с письменными работами. Мать в письме напоминала ему. «Оскар, дорогое мое дитя, не рви одежду. Рвать одежду — это само по себе еще не признак гения. Старайся писать, как пишет твоя мать. Веди себя так, как ведет себя твоя мать. Будь правдив, честен, чувствителен, прямодушен, благороден, и тогда порвешь ты платье или нет. Это не будет иметь значения. Кроме того, сынок, усердно занимайся арифметикой. Вспомни, когда ты в первый раз делал сложение, я нашла у тебя ошибку. Вместо одного ты прибавил два. Это подобает только извозчикам». Чем была бы жизнь без арифметики? Подумать страшно. Первые строки письма относились скорее к старшему брату, которого к началу занятий приходилось прямо вытаскивать из земли, будто корень, облепленный комками грязи. Оскар же, в том, что касалось наружности, никогда не заслуживал упреков. Опрятный, аккуратный в одежде, с красиво зачесанными волосами, над светлым лбом, он носил свой школьный цилиндрик не по воскресеньям, как прочие мальчики, а каждый день. Товарищам не раз хотелось нарушить совершенную гармонию его галстука, повязанного искусным узлом, однако, глянув на сильные руки Оскара, задиры отходили в сторону. Несмотря на некоторую полноту, Оскар был подвижен, но в развлечениях участия не принимал, разве что иногда греб. В крикет не играл, чтобы не становиться в некрасивые позы, презирал гимнастику и ее преподавателя. Зато очень много читал, начинал преклоняться перед Суинберном. Жизнь книжная интересовала его больше, нежели действительность. Он не знал, суждено ли ему стать великим поэтом или великим художником, но во всяком случае верил, что свершит нечто великое. Решение было, наконец, принято, когда до Эннискилла докатились отголоски траура по скончавшимся Диккенсе. Тут Оскар с невероятным терпением принялся трудиться над своим почерком, чтобы он был четким, красивым и необычным. Всегда веселый, остроумный, он превосходно говорил и рассказывал, придумывал злые прозвища для товарищей и учителей. У него самого прозвища не было, его звали просто Оскар, и никто его не любил. А вот у старшего брата, неряшливого, шумного Вилли, были друзья в каждом классе. В последний школьный год ему внезапно открылась красота греческой жизни. Древние тексты расцвели, во всем пульсировал ритм гегзаметра. Невыразимая прелесть исходила от слов, стихов, имен. Подобно дверям храма, душа открывалась на восток. Солнце странствовало по карте греческих городов и островов. Оскар смешивался с толпою эфебов, чьи тени ложились на желтый песок полестры. С тех пор он на всю жизнь проникся культом молодости, выражение которого нашел у греков. В снах своих он был жрецом юного Зевса в Эгеи, священнослужителем Аполлона Исменийского и предводителем процессии Гермеса в Танагре, несущем на плече ягненка. То всегда были юноши удостоенные награды за красоту. Он шел в толпе молодых людей на торжества Аполлона из Филе и в Мегаре у могилы Диокла его награждали венком за прекраснейший поцелуй. Он рассказывал об Александре и Алкевиаде такое, чего не было в истории, потому что сам становился Александром и Алкевиадом. А когда говорил о римских императорах, слова его светились багрянцам. Слушал его один лишь маленький Г.О. Златокудрый молчаливый друг. Один он проводил Аскара на поезд, когда тот покидал Эннискил. В вагоне, когда раздался последний свисток кондуктора, он схватил горячими ладонями голову Аскара и поцеловал его в губы. Потом выскочил из поезда уже на ходу, оставив на щеках у Альда следы своих слез. Вернувшись в Дублин, Аскар стал стипендиатом в колледже троиц. Нравы в интернате были грубые. Шкалеры шлялись по кабакам, проводили ночи у Кельнерш и в публичных домах. Сдержанный, изысканный в манерах Аскар все три года ни с кем не дружил, запирался в своей тесной темной комнатке, где единственным украшением был неоконченный пейзаж собственной работы, а свободные дни проводил у родителей. В субботние вечера там собирался весь Дублин. Еще до сумерек опускали шторы на окнах и зажигали лампы с розовыми абажурами. Увядшее напудренное лицо леди Уальд казалось свежее, большие черные глаза сияли. К волосам был приколот венчик из золотых лавровых листьев, на пышной груди, прикрытой старинными кружевами, среди ожерелий, брелоков, подвесок красовался целый ряд медальонов и миниатюр наподобие фамильной галереи. В широком кренолине, опоясанной парчевым восточным шарфом, с флакончиком духов и кружевным платком в одной руке и огромным веером в другой, она проплывала среди толпы гостей, неся свою пылкую восторженность в самые дальние углы гостиной. Ее мысль всегда была прикована к героям, к высокой поэзии, к великим деяниям. Сэр Уильям возвращался домой поздно ночью. Обычно шумный, громогласный, он входил тихо и осторожно, но Аскар, в такие дни спавший дома, просыпался при звуке крадущихся шагов. Отец останавливался возле него, окруженный запахами сигар, вина и незнакомых духов. «Оскар, Оскар», шептал отец, «ни один золотой рудник не сравнится с сокровищами сердца твоей матери». Уайльд окончил колледж-троицы с золотой медалью за работу о фрагментах греческих комедиографов, а за предыдущий год несколько раз получал стипендию. Высшее отличие в этом учебном заведении. Ее безуспешно добивался соученик Оскара Эдвард Карсон, который навсегда запомнил и свою неудачу, и торжество у Альда. 17 октября 1874 года Оскар приехал в Оксфорд. С удивлением рассматривал он при бледном свете осеннего солнца зубчатые стены вокруг старинных учебных зданий, построенных в стилях шестивеков, дворы с шумящими фонтанами, дремлющие колокольни на повороте каждой дороги, мирные стадолани пасущихся среди гигантских вязов, лебедей на озере и схожие с лебедями полосы тумана, плывущие по далеким лугам. Радостной тишиной наполнял его вид окон в изящных решетках, а когда он спустился на первый свой обед в зал, сводчатый как храмовый неф, ему почудилось, будто его внезапно перенесли в еще ненарушенный сон средневековья. Учение в первый год шло легко и не отнимало много времени. В восемь утра обедня в часовне, потом беседы с наставником и несколько лекций, а после полудня весь остаток дня принадлежит тебе. Оксфорд напоминал клуб аристократической и богатой молодежи. У сыновей лордов был особый стол и разные мелкие привилегии, другие студенты старались сравняться с ними хотя бы в роскоши, каждый второй имел собственных лошадей, собак, лодки, устраивал охотничьи вылазки и скачки, выписывал дорогую мебель, задавал пирушки, кончавшиеся пьянством и картежной игрой. Средства у Альда были слишком скромны, чтобы тягаться с товарищами, и потому он избрал опасный и чарующий путь совершенной обособленности. Внешне он ничем не выделялся. Быть может носил чуть подлиннее волосы, скромно, впрочем, зачесанные назад. Костюм был хорошего покроя по последней моде. Под отложным воротником фланелевой сорочки галстук спокойного тона и серый ольстер в осенние холода. Когда же Оскар появлялся в котелке и в костюме из клетчатой ткани, его можно было принять за живую иллюстрацию образа англичанина, каким он представляется на континенте. Только в движениях была какая-то осторожность, словно он избегал соприкосновения с прохожими, а когда он говорил, глаза его блуждали поверх голов слушателей. Слегка прикрытые веки придавали сонное выражение, которое в те времена настолько было ему свойственно, что на одном из юношеских портретов, где он полулежит окутанной мягкой тканью, он похож на спящего эндемиона. В его увлечениях пустяками явно была некая чрезмерность, порожденная, возможно, тем, что, не будучи богатым, он хотел придать наивысшую ценность всему, чем владел. Но еще чаще эта чрезмерность была проявлением пробудившейся впечатлительности. Некоторые цвета, запахи так сильно действовали на его чувства, что могли приводить его в печальное или радостное настроение, и какие-то предубеждения так и остались в нем. Хоть физически он был весьма силен, однако не занимался греблей, не плавал, не увлекался боксом, его ни разу не видели ни на одном ринге. Все это казалось необычным и раздражало. Однажды на него на палец крутили и втащили за ноги на холм. Он встал, отряхнул костюм. «Вид отсюда действительно превосходный», сказал он ровным мягким голосом, которому в ту пору старался придавать томную протяжность. Оказалось, впрочем, что и слабость, и сила зависят от непредсказуемых капризов ирландского великана. В другой раз он нанес позорное поражение четверым пьяным коллегам, которые ворвались в его жилище и стали там безобразничать. В мгновение ока трое из них покатились по лестнице вниз головой, а четвертого Оскар вынес на руках как ребенка. Впредь уже никто не отваживался переступить его порог без приглашения. В колледже Магдалины он занимал три комнаты, выходившие на реку Чарвелл, прошитую мостом Святой Магдалины, и на обсаженную столетними тополями широкую белеющую дорогу. Он распорядился расписать у себя плафоны, на обшитых панелями стенах развесил гравюры, изображавшие обнаженных женщин, камин украсил старинным фарфором в синих тонах. Фарфором этим он так суеверно восхищался, говорил о нем с таким религиозным пылом, что заслужил осуждение, без упоминания имени университетского проповедника, который сам вона проклял непристойное язычество, состоящее в культе синего фарфора. Уальд собрал немного книг, красивые издания классиков с широкими полями в старинных переплетах. По вечерам, когда старый том заканчивал отбивать 101 удар старым своим сердцем, и когда запирали все ворота, товарищи сходились у него пить пунш, коньяк содовый и курить сигары. Их было всего несколько. Говорили об искусстве, лекции, по которому читал вдохновенный Резкин. Два раза в неделю этот английский Платон говорил об итальянском искусстве в своем музее среди колонн, расцветавших английским вереском. Задолго до лекции зал бывал полон, издалека наезжало множество посторонних, особенно женщин, слушатели сидели на окнах и низких шкафчиках, из-за толпившихся у входа нельзя было закрыть дверь. Профессора встречали рукоплесканиями. Он появлялся в обществе нескольких ближайших учеников, непомерно высокий, в длинной черной тоге, которую сразу же сбрасывал и оставался в обычном синим костюме. Молчаливым поклоном и взглядом удивительно светлых голубых глаз он усмирял собравшихся. Затем раскладывал на кафедре минералы, монеты, рисунки, которые собирался показывать, и, наконец, из шелеста рукописных страниц начинали исходить тщательно отделанные фразы, произносимые лектором слегка нараспев, с опущенными глазами и сопровождаемые скупыми и однообразными жестами. Продолжалось это недолго. Постепенно Рёскин забывал о своих листках, которые еще минуту назад переворачивал тревожными пальцами, взгляд его пробегал по глазам слушателей, голос набирал силу, и вся сдержанность жестов исчезала. Он подражал полету птицы, колыханию деревьев во время бури, руками чертил зигзаги молний, его светлое, гладкое, почти без морщин лицо загоралось румянцем, от растрепавшихся длинных густых волос и черной бороды веяло буйной силой, словно от человека лесов и гор. В этом экстазе мысль его преодолевала множество ухабов и неожиданных поворотов, возникал тот же волшебный лабиринт, что и в его книгах, идеи, образы, неожиданные сравнения переворачивали весь мир живой и мертвый. Слова росли, как растет на склоне утеса дерево, неспособное определить направление своих ветвей, ибо это совершают ветры и потоки по своей необузданной фантазии. В пламенных видениях развертывался злототканный хоровод флорентийского искусства. Сладостные имена Чимабуэ, Джотто, Брунелески, Кверча, Гиберти, Анжелико, Боттичелли слетали с изящно очерченных уст, как лоскутки итальянского неба. Каждый день кто-нибудь иной был величайшим художником всех времен. Подвеяниями этого энтузиазма мельчайшая искра Божья превращалась в пожар-дух. Роскин сражался за веру, у которой никогда не было ни крестоносцев, ни мучеников, за веру и красоту. Красота становилась настолько вездесущей, что даже уличная грязь рассыпалась алмазами, сапфирами, рубинами. Вне дома, впрочем, совершались и другие дела. В дождь и холод поздней осени Роскин проповедовал Евангелие труда. Под его надзором ученики мастили дорогу вблизи Хинкси. Ничто так не развивает честность, терпение и прямоту характера, как неустанная борьба с упорным и неподатливым материалом, повторял он над каждой груженной камнями тачкой. Никогда еще при подобной работе не ломали столько лопат, и Рескину пришлось признать, что эта улица одна из худших во всем королевстве. После работы он подчевал учеников завтраком. «Вот я нахожусь здесь», говорил он, «и хочу преобразить мир. Следовало бы, однако, начать с себя. Я хочу свершить труд святого Бенедикта, и мне надо бы самому быть святым. А я живу среди персидских ковров и картин Тициана и пью чай сколько мне угодно». Не только чай был превосходен, но и чашки отличались красотой. В своей изысканно обставленной квартире Рёскин был совсем другим, чем на кафедре. В его чуть застенчивых глазах светился насмешливый огонек. «Если бы вы когда-нибудь прочитали хоть десяток моих стихотворений внимательно, вы бы поняли, что я не больше думаю о мистере Дизраэле и о мистере Гладстоне, чем ПОК. Это было сказано для любителей толковать о политике. В его присутствии забывали обо всем, что так или иначе не относилось к красоте. Рёскин говорил о тайнах драгоценных камней, о клубящихся весенних облаках, о жизни деревьев, цветов, трав, говорил со страстной любовью, которая без малейшего усилия переносилась от полей и садов к расписанным холстам, смешивая дела рук человеческих и творения природы в едином преклонении. Когда же наступала пора расстаться, он провожал своих гостей чуть влажным взглядом и, стоя на пороге, кричал «Да-да, для меня камни всегда были хлебом» или «Безумие не видеть красоты в ласточке и воображать её себе в облике Серафима». Уальд, думавший о Серафимах, искал в воздухе ласточек. Но их не было среди осеннего тумана, а когда они вернулись, уже не было Рёскина. Оскар находился возле него слишком мало, чтобы вполне его понять. Евангелическое милосердие Рёскина нагоняло на него скуку. «Не говорите мне о страданиях бедняков. Они неизбежны. Говорите о страданиях гениев, и я буду плакать кровавыми слезами». Встретив нищего в старом сюртуке и неимоверных размеров цилиндре, Уальд повёл его к портному и заказал ему нищенский наряд в духе лучших полотен старых мастеров. Рёскин, разумеется, не стал бы заниматься совершенствованием лохмотьев бедняка, но позаботился бы о его пустом желудке. Впрочем, этот жест балованного барича также был свидетельством влияния Рёскина. Уальд заимствовал у него преклонение перед красотой, любовь к искусству, столь исключительную и восторженную, что неописуемый ужас охватил его при словах учителя «Лучше пусть погибнут все картины во всем мире, чем чтобы ласточки перестали лепить гнезда». Бесспорно уютные сады и нарядные парки Оксфорда пробудили его душу настолько, что он поддался очарованию поэзии. Вордсворта и сам впоследствии её иногда продолжал, но в конце концов от связи с природой осталось у него не больше, чем цветок в бутоньерке, да слегка однообразный растительный орнамент его произведений, пахнущих комнатной флорой. Каникулы Оскар проводил в Италии. Уезжая, он не уносил отечество на подошвах. Уже тогда жила в нём глухая неприязнь к Англии, отчего воздух за границей всегда был ему приятней. Милан, Турин, Флоренция, Падуя, Верона, Венеция, Равенна, Рим являлись взору, подобно девам золотой лестницы Берн-Джонса, в наморщенных ветром туниках, в венках из листьев, обрамляющих лучистые, как весенние облака, головы. В галереях, музеях, дворцах он обретал все свои грёзы. В нефах древних базилик, где блещет почерневшее золото мозаик, у алтарей, цветущих лучами свеч, средь леса витых колонн дышали чары католической церкви. С той поры Оскар так и не освободился от её обаяния, особенно из-за присущего ей тяготения к чувственной рельефности духовного, к воплощению духа в великолепном и незаменимом множестве предметов лиц, событий, которыми обросло это вероисповедание, столь отличное от пуританства. Таинство ежедневного жертвоприношения, поистине более страшного, чем все жертвоприношения древности, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству наших чувств, а также первобытной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дуриану нравилось преклонять колени на холодных мраморных плитах и глядеть, как священник в тяжелом узорчатом облачении медленно отодвигает бескровными руками завесу дарохранительницы или возносит усыпанную драгоценными камнями, похожую на фонарь, дароносицу с белой обладкой, которая иногда и впрямь кажется хлебом ангелов, или в облачении страстей христовых преломляет гостью над чашей и, сокрушаясь о своих грехах, бьет себя в грудь. Дымящиеся кадильницы, которыми, как большими золотыми цветами, махали одетые в пурпур и кружева мальчики с серьезными лицами, завораживали его. Выходя из храма, он с любопытством поглядывал на черные исповедальни, и ему хотелось сидеть там, в мглистой их полутьме, и слушать, как мужчины и женщины шепчут сквозь истершиеся решетки правдивую историю своей жизни. Эти слова Уальд написал сам и с мыслью о себе. Он едва не обратился в католичество, но передумал, опасаясь, что отец перестанет посылать ему деньги. У сэра Уильяма, однако, хватало своих огорчений. Он попал в некрасивую историю из-за молодой пациентки, им соблазненной, которая, убедившись, что он не будет ее содержать, обвинила его в изнасиловании. Это поколебало его положение и дух. Он отошел от общественной жизни, стал пить больше, чем прежде, и сгорал, как коптящий агарок. Умер он в 1876 году. Когда он лежал на катафалке, каждое утро, три дня подряд, приходила неизвестная женщина в трауре, в густой вуале, садилась подле покойника, и в полной неподвижности, не говоря ни слова, оставалась до темна. Дублин проводил доктора на кладбище Моунт-Джером с большой пышностью. Леди Уальд переселилась в Лондон, где легче было скрыть скудость средств, которые ей доставляла пожизненная пенсия. Оскару отец завещал деревенский домик с участком, не приносивший и двухсот фунтов в год. Можно было все же расплатиться со студенческими долгами, да еще поехать в Грецию в обществе профессора Мехофи. Они не пропустили ни одного музея, ни одной реликвии. Уальд, который с тех пор не желал знать иных богов, кроме созданных рукой человека, вдыхал язычество всеми порами. Но о самом путешествии и его обстоятельствах он никогда не обмолвился ни словом. Ни в его произведениях, ни в беседах, записанных друзьями, ни от прямых упоминаний, относящихся к этим месяцам, которые показались ему такими короткими, что он опоздал в Оксфорд к началу полугодия и уплатил штраф в несколько десятков фунтов. По-видимому, там, в Греции, он испытал действительно глубокие впечатления. Его ладони уже не забыли таинственной влажности терракотовых фигурок, которые откапывались в ту пору на рыжих полях Танагры. Греческий пейзаж заполнил его воображение, обретя более живые краски и какое-то благоуханное изобилие. Был в Оксфорде некто, способный еще ярче осветить эту картину. В колледже Брейзеноус жил Уолтер Паттер, человек одинокого сердца, как называли его студенты. То был нелюдим, стеснявшийся своей уродливости, тяжкой для него как грех против обожествляемой им красоты. Немногие могли похвалиться, что собственными глазами видели его одинокое жилье. Оно было почти легендой. Узкая, вроде монашеской кельи, комната, стены, окрашенные в желтый цвет, цвет увядших березовых листьев, черные двери, вокруг камина орнамент из золотистых веток, на столе ваза с цветами и под нею осыпавшиеся лепестки. В послеполуденные часы, когда солнечный свет даже зимою наиболее ровен и бел, между часом и тремя, после конца университетских занятий фэллоу Уолтер Паттер забывал о лекциях, студентах, ученых спорах и частицу тихого этого счастья отдавал друзьям. Одним из них был Оскар Уальд. Он приносил с собою ту Грецию, которой Паттер не знал, и они сразу углублялись в тайны Деметры и Персифоны, предмет размышлений Паттера в то время. Он встречал гостя улыбкой, и этим лоскутком детской нежности как бы смахивал безобразие некрасивого своего лица с комично торчащими пышными усами. Беседуя, он разводил руки округлыми жестами священника у алтаря, и белизна его пальцев наводила на мысль, что он мог бы ими касаться святых даров, что, быть может, на то и были они предназначены хрупким своим изяществом. Говорил Паттер негромким сонным голосом, прикрыв глаза, но, когда перед ним был Уальд, предпочитал слушать, чувствуя в голосе гостя более глубокую мелодию, под ровными спокойными словами как бы струился быстрый и шумливый поток. Нелегко отгадать, что дали друг другу эти два человека. Как в той комнатке цвета увядших березовых листьев, так и на каменной скамье под старым вязом, откуда был вид на реку с купающимися голыми мальчиками, но, вероятно, молчание Паттера говорило больше, чем увлеченная болтовня Уальда. В молчании этом как-никак таилось красноречие великолепных, незабываемых страниц Ренессанса. Книга покорила Оскара надолго. Она явилась в пору формирования его наклонностей и так долго была в нем жива, что уже у предела своего пути в тюрьме он писал о ней как о чем-то молодом и свежем. А тогда в Оксфорде он брал из нее мысли целыми охапками. Если все ускользает из-под наших ног, что же останется нам как непривязанность каждой причудливой страсти, каждой вести, что на миг словно расширяет горизонт и освобождает ум, ко всему, что волнует наши души, удивительные краски, необычные запахи, творения художников, лицо друга. Раз мы сознаем упоительность наших ощущений и ужасающую их недолговечность, сосредоточимся всем существом в отчаянном усилии смотреть и слушать, и у нас не останется времени для теории о том, что мы слышим и видим. «Надо нам беспрерывно и с неутомимым любопытством примерять новые суждения, искать новых впечатлений и никогда не удовлетворяться легко доступной ортодоксальностью». «Мы не должны поддаваться теории или идее или системе, которая требовала бы от нас пожертвовать хоть частицей наших ощущений ради чуждого нам дела или ради уважения к некой абстракции, ничего общего с нами не имеющей, или, наконец, ради чистой условности». Речь идет прежде всего о том, чтобы, расширяя нашу жизнь, охватить в ней, возможно, больше. Великие страсти, экстаз и страдания любви или различные формы энтузиазма, бескорыстны они или нет, все равно, дарованные некоторым из нас от рождения могут дать нам впечатление интенсивной жизни. Только надо убедиться, что это поистине страсть, и что плод ею приносимый действительно создает ощущение многократно умноженной и более напряженной жизни. И ничто не может дать нам этого ощущения в большей степени, чем страсть поэтическая, стремление к красоте, любовь к искусству ради искусства. Ведь искусство приходит к нам с одной единственной целью — украсить быстротекущие часы нашей жизни. Оно приходит из чистой любви к этим мимолетным часам. Из круговорота подобных фраз, развернутых на новой мелодии чистейшей английской прозы, проступает видение преображенной необычной жизни, которое Оскару предстояло понести в мир, простиравшийся за горизонтом его двадцати двух лет. Пришло время первых стихов. Сетование похищенных троянок, описание статуи и картин, греческие или латинские надписи, длинные и замысловатые. Он печатал их в дублинском Айрешмонтле или в университетском Коттейбос подписывался О-Ф-О-Ф-У-У начальными буквами всех своих кельтских имен. Потом настали дни изысканных сложностей баллады, роскошных трудностей сонета, дни виланелл с озвучными повторами, восхитительные минуты пробуждения в твоей душе триолета, неизъяснимое наслаждение мерить словам музыкою каждого их слога. «Почему вы все время пишете стихи?» спрашивал Уолтер Паттер своим мягким голосом. «Почему бы вам не попробовать прозу? проза проза настолько труднее?» Но Аскара не интересовало преодоление трудностей. Наделенный необычайной памятью, он, как пчела цветы, высасывал книги, которых едва касался на лету. Стоило ему хоть раз прочитать греческое выражение, он уже никогда его не забывал. На экзамене профессор предложил ему перевести двадцать седьмую главу «Деяния апостольских». Обычная ловушка, так как это место, описывающее приключения святого Павла на море, изобилует редкими морскими терминами. Уальд перевел безошибочно и спросил, можно ли читать дальше. «Мне хотелось бы узнать, что стало со святым Павлом. Как? Вы никогда не держали в руках греческого текста Нового Завета сегодня первый раз в жизни». К концу курса он написал поэму «Равенна» и получил университетскую награду. Это были пятистопные стихи, гладкие и слегка риторические. Начиналась поэма «Картиною английской весны с пением дроздов среди лиственниц», а заканчивалась под пениями Равенны бегством дриад и козлоногим играющим на свиреле паном. Уайльд прочитал свою поэму в Оксфордском театре великолепным тенором и впервые в жизни сошел с подмостков под аплодисменты и возгласы восторга, несколько ошеломленный, как человек, сходящий из корабля. Глава вторая на другой день после приезда в Лондон Оскар появился в гайд-парке между пятью и шестью вечера и добился того, что среди нескольких тысяч экипажей прежде всего замечали его нанятый на час Тильбюри, стоивший ему чуть ли не последней кроны. То было исполнение обетов предыдущей ночи, которую он провел один на с городом. Наняв в одиннадцать вечера коляску, он предоставил вознице полную свободу в борьбе с тишиной и тьмой. Над туманом и испарениями столицы светила луна, еще плотнее смыкая угрюмые дома по сторонам однообразных улиц. Человек тонул в этой бездушной пучине, полной камней и кирпича. Казалось, во всем словаре человеческом нет заклятия, способного смутить безразличия каменных громад, сплотившихся в своем сне наподобие неприступной крепости. И все же ночная поездка завершилась внутренним триумфом. Погружаясь в себя, Оскар дышал прошлым, словно прохладным ароматом леса. Теперь же он ехал спокойный и радостный, в полной гармонии с тем новым миром, краешек которого мелькнул на горизонте его мечтаний. На нем был короткий бархатный Спенсер, сорочка из мягкой ткани с отложным воротником, длинный причудливый галстук, атласные штаны до колен, шелковые чулки, неглубокие туфли с серебряными пряжками, на голове берет, в руке подсолнечник. В таком костюме, который Оскар считал второй после Лютера великой реформой, он и вошел, будто корабль под неведомым флагом, в чопорное викторианское общество. Квартиру он снял себе на Солсбери стрит, в квартале литературной богемы. Две меблированные комнаты, заурядное бедное убежище, куда он никого не пускал, да и сам редко там бывал, кроме часов сна и зеркала. То был период тесной дружбы с зеркалом. Оскару не надоедало непрестанно рассматривать себя. Всегда уверенный в своей внешней привлекательности, он сохранил эту уверенность даже тогда, когда уже ничто не могло ее оправдать, он с зорким любопытством актера изучал в особенности свое лицо. В прищуре глаз, в складке рта, в смене улыбок он искал впечатлений, восторгов, страстей, которые жаждал испытать. Он настолько был поглощен собою, что во всем, что говорил или писал, чувствовался какой-то наклон, нарцисс, склоненный над своим отражением. Небольшую ренту он проживал в два-три месяца, делал долги, не платил по счетам, чем надолго запомнился в купеческих кругах. Если нужны были деньги, писал статьи, а брат Уильям помещал их в газетах, в которых работал. Таким способом трудно было заработать много. При гордости Оскара его чувствительности и порядочности. Но он и не собирался тратить жизнь на накопление вещей или их символов. Жить значит заниматься самым редкостным делом в мире, где большинство только существует. Жизнь представлялась особым искусством, требующим собственной формы и стиля. Он хотел быть чем-то исключительным и будоражащим, хотел совершать дела, неожиданной для умов, погрязших в логике будничного бытия. Он называл себя учителем эстетики. Скромный этот титул, который в другом месте навел бы на мысль о дипломах и учебниках, в Лондоне восьмидесятых годов вызывал тревогу. Люди сведущие полагали, что эстетика состоит из подсолнечников и скучающей мины, а все прочие, знакомые со снотворными порошками анэкстетикум, считали ее возбуждающим средством, и, глядя на высокого длинноволосого юношу с гладким лицом и вихляющими бедрами, не сомневались, что речь тут идет о чем-то безнравственном. Им занялись сатирические журналы. Панч каждую неделю изображал его с подписью в стихах или в скверной прозе. Вскоре вокруг него собралось общество праздных и способных к беспредельному восхищению молодых людей. Выросшие в сумраке и бедности домов, где красота была неведома, воспитанные в презрении к искусству, они увидели в Оскаре апостола нового радостного откровения. Он великодушно делился с ними обрывками лекции Резкина и собственного весьма широкого круга чтения, и всегда прибавлял несколько практических советов, шутовских парадоксов. Первый долг в жизни — быть как можно более искусственным. Каков второй, этого никто не знает, произносил он торжественным, слышным во всем кафе голосом, и у его молодых почитателей мурашки пробегали по спине от удовольствия при виде того, как ежились и ворчали, спрятавшись за газетами, старые джентльмены. Чувствуя в себе склонность жить как джентльмен, не по-богемному, он одной из своих комнат на Солсбери-стрит, длинную, превратил в гостиную, украсил коврами, драпировками, портретами знаменитых актрис. Он бывал на каждой премьере, сидел за кулисами, дружил с артистами и артистками, посылал им сонеты и, наконец, выступил с банальнейшим дебютом, влюбился в актрису. Хорошенькая эта девушка стала в его романтическом воображении символом волшебного дара перевоплощения, которым он восхищался в людях театра. Целуя ее уста, он целовал Розалинду, Джулию, Порцию, Беатричи. Счастье было бы неполным, если бы его не украшали сравнения, образы античных статуй и стихи поэтов. Она же разделяла восторги Оскара с известной оглядкой. Ей захотелось перейти с захудалой сцены в Большой театр, и она полагала, что Уальд ей в этом поможет, так как принимала его за влиятельного журналиста. Убедившись, что просчиталась, она невезение свое приписала его эксцентрическим нарядам и, чувствуя себя обманутой, порвала с ним. Оскар перенес удар спокойно, вплел ее образ несколькими мастерскими стихотворениями в мифологический мир, и в дальнейшем вспомнил о нем лишь тогда, когда создавал Сибиллу Вейн в портрете Дориана Грея. Все возраставшее любопытство окружающих открыло ему двери нескольких великосветских салонов. Он входил в них с чувствами Люсьяна де Рюбампре и на пороге повторял слова бальзаковского героя «Вот мое королевство, вот мир, который я должен покорить». Он не давал слушателям времени задуматься над тем, откуда это выражение гордости в каждом его взгляде. Он всегда умел говорить как бы с пьедестала собственного памятника. Среди черноты фраков Оскар выделялся не только причудливым нарядом, но гораздо больше необузданным темпераментом. Он был ирландцем и всем, что в нем было тонкого, поэтичного, радостного, словно говорил этим скучным англичанам. Да, господа, на моей стороне история. У ирландцев давно уже была христианская цивилизация, когда англичане еще не прикрывали свое тело ничем кроме татуировки. Его правоту готова была признать не одна леди, которой в момент рассылки приглашений попадалось его имя. Эта пара смеющихся глаз за столом избавляла от опасений, что разговор перейдет в политическую стычку или провоняет конюшней да охотничьим порохом. Его глаза. Они были большие и лучистые, но цвет. Не нашлось бы двух человек, державшихся одного мнения. Одни говорили, они зеленые, другие светло-голубые, а те, кто хотел примирить оба мнения, уверяли, что глаза светло-голубые с золотыми точечками по радужке, из-за чего иногда кажутся зелеными. Сторонники Карих перебирали все оттенки вплоть до цвета ореховой древесины или пива. Мне довольно того, что они сверкают, как драгоценные камни, говорила одна леди. Что там на самом деле, я не знаю, у меня слишком слабое зрение, чтобы видеть на высоте шести футов. Покорить мужчин было труднее, они поддавались его веселости, не сопротивлялись щедрому красноречию, но все это не ослабляло их чопорности. Его обвиняли в снобизме, потому что он мог целый вечер с непонятным увлечением говорить о вещах никому неизвестных, например, о стихах Бодлера. Кипучая умственная жизнь, которую он со всеми делился без оглядки, с увлеченностью своих двадцати лет, воспринималось как оскорбление людьми, признающими право на ум только на высоком посту или на куче золота. Они не знали, что о нем думать. В мещанских домах он слыл аристократам, высшие круги относились с пренебрежением к сыну дублинского окулиста. Для одних он становился невыносим, как только они замечали его превосходство, другие склонны были считать его милым шутом. Но даже в самом холодном кружке всегда находилось несколько человек, достаточно искренних, которые к нему льнули, смутно чувствуя, что должно же быть в чем-то оправдание его необычности. Такое оправдание он дал в томике стихотворений, опубликованном летом 1881 года издательством Дэвида Боге. Книга издатель на улице Святого Мартина даже не заглянул в рукпись. Эта стопка страниц была для него обычным сборником первых стихов, которые приносил ему каждый второй выпускник Оксфорда, чтобы впоследствии не вспоминать о них иначе, как в шутку. Уальд, по-видимому, в конце концов сам оплатил расходы первого издания. Он позаботился о красивом шрифте, голландской веленивой бумаге, о переплете из белого пергамента. Книга стоила десять шиллингов и шесть пенсов. То был памятник его восхищения природой, искусством, литературой, а революционная риторика в начале книги пристала к этим изысканным стихам, как комки дублинской почвы, как пыль из чулана давних убеждений леди Уайльд. Под вычурными заголовками, в словах, отобранных тщательнейшим образом, в искусных извивах синтаксиса, отразились все увлечения последних лет. Путешествия, музеи, книги, великие люди, любовь. Греческое солнце всходило у берегов каждой страфы. Колокола итальянских церквей прорезали белую тишину эллинских храмов посреди миртов и лавров. На земле, словно цветущие дифферамбами золотому веку, боги, статуи, поэты, святые сплетались в веренице имен, сравнений, намеков. Казалось, над этой юношеской книгой витают все познания Оксфорда, вся английская поэзия от Мильтона до Суинберна. Слишком много можно было в ней различить заимствованных звуков. Несмотря на враждебную или равнодушную критику, в несколько недель разошлись четыре издания. Успех, какого не знал ни один сборник стихов в Англии, объясняли бархатным беретом, карикатурами Панча и несколькими пьесами, в которых Уальд под разными именами появлялся в роли шута и говоруна. Но самую большую известность принесла ему оперетта терпения. В ней Оскар был удостоен высокой чести. Его высмеивали вместе со всем эстетским движением в обществе прерафаэлицких поэтов, художников и женщин, наряженных в зеленые платья. Игравший его актер вышел на сцену в точной копии его костюма. С позолоченной линией в руке и так верно подражал его жестом поведению мимики, что пошел слух, будто сам Уальд школил его для этого выступления. Уальд был на премьере и смеялся вместе со всеми. Несколько месяцев Лондон распевал «Что тебе, мещан суждения, средь высоких душ стремления, ты к эстетским штучкам сей, шествуя по пикадиле с ветвью золоченых лилий в длани рыцарской своей». Теперь Оскар ходил под взглядами, узнающими его издалека. Он слышит шепот на улицах и знает, что говорят о нем. Долго ли удержатся в памяти этого огромного города три кратких слога его имени? Какой ветер разнесет их по свету? Вот уже начались отдаленные кварталы, человек поливает цветы в саду, при виде странного наряда он на миг останавливается, смотрит и пожимает плечами. Он не знает ни куплетов из-за перетты, ни этой юной знаменитости, проходящей мимо с такой великолепной улыбкой. Аскар пересекает сад, потом большой зеленый лук и заглядывает в окно заросшего плющом дома. Дважды стучит по стеклу, кланяется и через минуту взбегает по ступеням крыльца. В глубине холла молчит большой орган. Сэр Эдуард Берн Джонс, сидящий в своем красивом кресле, отдаляет от глаз книгу. Переплетенный в пергамент томик с пожелтевшими обтрепанными по краям страницами, всегда один и тот же история короля Артура. Он читает эту книгу уже тридцать лет и даже сейчас не откладывает в сторону, только берет в левую руку, чтобы правую протянуть гостью. Но это не просто рукопожатие. Старый художник прикосновением этим как бы втягивает Оскара в мир своих грез и вместо пустых слов, которыми люди обычно приветствуют друг друга, осыпает гостя цветами легенды. В комнате сгущаются сумерки, но еще достаточно светло, чтобы Оскар мог разглядеть на подрамнике новый холст и на нем Dies Domini День Господа весь сотканный из крыльев. В полумраке крылья блестят будто хрустальные. Сэр Эдуард говорит, чем более материалистическим становится мир, тем больше я пишу ангелов. Их крылья мой протест против материализма. Служанка заносит лампу, вслед за нею входит Уильям Моррис. Оба художника беседуют. Оскар сидит неподвижно. Начинается мистерия воспоминаний. Сквозь слова двух друзей видна длинная дорога времени. Появляющиеся на ней фигуры за четверть часа превращаются из юношей в стариков. Вот идет Данте Габриэль Руссети худощавый с не спадающими на плечи черными волосами, с бородой подстриженный, как у неаполитанских рыбаков, с горящими глазами, пламенный дух поэзии, который в этот миг блуждает в тьме кромешной, одинокий, изнуренный, не знающий сна. Идет ангелоподобный Джон Эверетт Милле, задорный, пылкий, пышущий здоровьем. Теперь он баронет и владелец замка среди садов Кенсингтона. Идет сосредоточенный, серьезный Холменхант, паломник искусства, который как прежде шел, так и ныне покорно и добросовестно следует тропами природы и путями, начерченными перстом Божьим. К ним присоединяются еще несколько имен, осененных той уже творческой мыслью, и Оскар готов пожертвовать своей молодостью ради того, чтобы очутиться в 1847 году в Старом доме на Блэк-Фраерс-Бридж, где перед копиями Орканье и Бенотсо-Гоцсоли семеро посвященных создавали братство прерафаэлитов. Назвали они себя так не потому, что подражали ранним итальянским мастерам, но потому, что нашли в их творениях вместо абстракции Рафаэля более строгий реализм, более страстное и живое видение, более рельефную и мощную индивидуальность. Жест банальный и невыразительный они заменили необычным, индивидуальным, нестертым жестом. Краски клали чистые, сухие, без грунтовки, рисовали и писали не в унаследованных образцах, но в простоте сердце, воспринимая натуру со всеми ее непредвиденными особенностями. Оскар слышал об этом, мог даже об этом говорить и, наверное, рассуждал об этом во всяких кафе, но никогда не старался это понять. Как для каждого литератора картина начиналась для него с того момента, когда вопросы техники уже решены. Тогда остаются роскошь красок и богатое, интересное, волнующее содержание. Какое наслаждение смотреть на долю Корделии Медокса Брауна со старым королем, из чьей одрехлевшей руки выпадает скипетр, с покоряющей жизненностью десятка фигур, пропитанных стихами Шекспира, или присутствовать при прощании Гугенота Милле, или с надеждой у отца раскачиваться на пустынном и темном земном шаре, или дышать жаркими устами женщин Руссетти. Часы в мастерской Берн-Джонса были периодом сонетов. Оскар проникся мыслями всех этих задумчиво склоненных голов, знал прикосновения этих тонких рук, изогнутых в доныне неизображавшемся движении. Юноши, заполнявшие лоснящиеся холсты, были как робкие боги, которые впервые спустились на землю и ступают по ней осторожно, мягко, будто опасаясь камней или колючек. Несказанной прелестью дышали картины, полные цветов и птиц, где жизнь во всех ее видах таилась в ветвях, в складках одежд, в развалинах, словно все это изображало только май, пару песен и цветения. Когда старый волшебник набирал на кончик кисти капельку золота, чтобы воткнуть в волосы Вивианы золотую шпильку, Оскар чувствовал дрожь в душе, будто в нем самом открывался ларец с драгоценностями, а потом рассматривал как собственные сокровища все эти кружева, вышивки, безделушки, искусную резьбу по дереву среди ослепительной процессии символов. Целиком поглощенный мыслью об успехе, он, однако, не писал ничего такого, что хоть как-то было бы связано с его тогдашними чувствами. Рассчитывая на театральные знакомства, на шум вокруг убийства царя Александра и вокруг русских революционеров, он сочинил драму с прологом «Вера или нигилисты», о которой писал одному из театральных директоров. «Я старался выразить в пределах допускаемых искусством титаническое стремление народов к свободе, которое в современной Европе грозит троном и подрывает правительство от Испании до России, от северных морей до южных. Нынешняя нигилистская Россия со своей грозной тиранией и чудом своих мучеников — это жаркий огненный фон, на котором живут и любят люди моей драмы». Однако невозвышенный образ веры, несмутный гул заседания Совета Министров во втором акте, ни пуля через открытое окно, разящая царя в голову, ни окровавленный кинжал, падающий в сад перед последним занавесом, ничто не подействовало на воображение режиссеров и ни один театр этой пьесы не поставил. Согласился было взять ее театр Адольфи, но в последние минуты репетиции были прекращены, вероятно, по желанию принца Уэльского, близкого родственника, вдовствующей императрицы, опасавшегося, что сцена убийства царя будет ей неприятно. Уайльд издал веру на собственные деньги, в небольшом количестве экземпляров, которые раздал друзьям. От гонорара за стихотворение давно уже ничего не осталось. Увеличить ренту было невозможно, писать статьи в газеты надоело, и слишком дорого стоили перчатки и экипажи, в которых он возвращался с вечерних приемов в своей комнатке на Солсбери-стрит. Между тем, за окном уже с месяц ставили оперетту Гилберта и Салливэна, и внезапно появившаяся заметка в Уорлд была с этим как-то таинственно связана. В ней говорилось о том, что мистер Оскар Уальд получил приглашение на цикл лекций в Америке, и что в ближайшее время он отправляется в Нью-Йорк. Редактором Уорлд был Вилли, брат Оскара, а эту заметку сочинил сам Оскар. Правдой в ней было лишь то, что Оскар действительно готовился к поездке. Говорили, будто он должен служить живой иллюстрацией копиреточным куплетом, сразу ставшим модными на Бродвее. Он же глубоко верил в свою миссию, ведь он намеревался говорить американцам о ренессансе английского искусства. Представлялась счастливая возможность оторваться от звездной туманности современных эстетских течений, уже меркнущих в глазах Запада, и заблистать на небосводе нового света крупной манящей звездой. Удаляясь от Европы и размышляя о будущих лекциях, Оскар так проникся единством с угасшим братством прерафаэлитов, что не только готовился вновь возвестить давно отпылавшие зори, но чувствовал себя прямо-таки основателем целого движения. Остановился он в Сентрал-Отеле, где каждый вечер собиралось лучшее нью-йоркское общество, экстравагантно наряженные дамы и мужчины, после обеда снимавшие сюртуки. Англичанин в Америке тех времен был как афинянин среди беотов. Без большого труда Оскар очаровал этих жевателей табака молодостью, юмором и манерами истинного джентльмена. На его выступление в Чикерингхол пришло более тысячи человек. Все уже побывали на оперете терпения, и когда на эстраде появился Уальд нарумянинный в эстетском костюме с лилией в бутоньерке, зал пришел в волнение. Фразами из Резкина, Паттера, Арнольда он говорил об искусстве перед публикой, знавшей живопись по литографиям, а скульптуру по фигурам в витринах магазинов. Менее чем за час он успел назвать около пятидесяти великих имен от Гёте до Суинберна. Спокойный ровный голос, никаких жестов или пафоса, это произвело наилучшее впечатление. Нашелся импресарио, заключивший с ним договор на турне по Америке. В Нью-Йорк трибюн писали о нем так. Более всего поражает в поэте его рост. На несколько дюймов выше шести футов, а затем темно-каштановые волосы до плеч. Когда он смеется, широко открывая рот, виден ряд ослепительно белых зубов. В отличие от большинства англичан, лицо у него не румяное, но скорее матовое. Глаза не то голубые, не то светло-серые, и отнюдь не мечтательные, как воображают некоторые его поклонники, но блестящие и быстрые, совсем не такие, каких следовало бы ожидать у созерцателя красоты и истины. Вместо небольшой нежной руки, ласкающей лилии, ручище, которое сжимается в кулак и может при случае нанести сокрушительный удар. Особенность его речи — ритмичное акцентирование, словно он постоянно говорит стихами. Отзывы прессы сопровождались бесчисленными рисунками, карикатурами. Из Нью-Йорка Оскар поехал в Бостон. Газеты сообщали мельчайшие подробности о его манерах, облике, наряде. За несколько дней перед лекцией состоялась премьера терпения. Большая группа студентов Гарвардского университета явилась на лекцию во фраках, коротких штанах, в париках с зелеными лентами. Каждый нес лилию или подсолнечник. Они прошли в зал гуськом и шумом заняли места в первых рядах. Уайльд уже был на эстраде, но в обычном фраке серьезный и спокойный. Всякий раз, как он подносил к губам стакан с водой, студенты рукоплескали. Под конец он обратился к ним. Ваша задача довершить то, что начали мы. В американском мире есть нечто эллинское. Америка молода. Ни один алчный народ не покушается на вашу свободу, и прошлое не укоряет вас остатками красоты, с которой невозможно сравниться. Вы, господа, из Гарвардского университета, цвет здешней молодежи. Любите же искусство ради него самого. тогда вы найдете все, что вам не хватает. И позвольте мне в память о нашей встрече подарить вам апоксиомена лисипа, превосходной отливки, с просьбой поставить его в вашем гимнастическом зале. Студенты удалились под издевки публики. Многие из них поспешили у выхода спрятать парики с зелеными ленточками. Дальнейшие переезды все больше отдаляли Оскара от бронзы и мрамора нью-йоркских отелей. В Денвере за неделю до его выступления в том же зале застрелили лектора, когда он повернулся к публике спиною, чтобы рассмотреть висевшую позади него олиографию. Отсюда вытекает, сказал Уальт, что не следует рассматривать олиографии. Еще немного, и он мог бы удостоиться пальмовой ветви мученика за свои эстетические убеждения. В этой влюбленной в себя стране признали недопустимой наглостью его замечание об отсутствии изящества и вкуса в меблировке американских жилищ. В Лоисвилле после этого пассажа в его лекции зал издал грозное рычание, которое стихло лишь тогда, когда Ускар выразил свое восхищение первобытной красотой одежды горняков. С тех пор он был осторожен и больше не спускался из чистых сфер искусства на землю, особенно на землю американскую. Единственным утешением для него были насмешки над Англией, которые всюду принимались с шумным удовольствием. После лекции Оскара увозили на попойки, и его крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он не мог завоевать своей прозой. Еще внукам рассказывали об английском поэте, который мог перепить дюжину горняков, а потом вынести их, взяв на руки подвое в раз. Выступал он в залах, украшенных головами бизонов, и в таких, где вершили суд и вешали преступников, и в таких, где над пианино красовалась надпись «Просьба не стрелять в пианиста, если он случайно ошибется». 150 раз повторил он свои изысканные периоды об английском ренессансе и декоративном искусстве, не раз выступая перед собранием фермеров, овечьих пастухов, полудиких усатых трапперов и золотоискателей. Проезжал он через заросшие вереском и сорняками степи Небраски от Канады до Калифорнии, посетил 19 городов, некоторые лишь недавно образовались из скоплений больших крытых холстом фургонов, запряженных несколькими парами мулов с колокольцами, из этих кораблей прерий, доставлявших население необжитым пустыням штатов, и остановился у самых скалистых гор, на границе владений буйволов, серых медведей, ягуаров, индейцев, сиу и панисов. По пути в Кемдоне он постучался в накрепко замкнутые как крепость двери Уолта Уитмина. Старый поэт в обтрепанном грязном халате провел его в комнату, заваленную бумагами. Много лет он складывал здесь газеты и журналы, в которых было хоть малейшее упоминание о нем. Запыленные лежали они на столе и стульях на полу вдоль стен под столом. Не найдя свободного стула, Уайльд остался стоять. Невестка Уитмина принесла им по рюмочке вина из бузины. Оскар выпил. «Будь это даже уксус, говорил он впоследствии, я выпил бы не колеблясь, так преклонялся я перед великим старцем». Побывал он и в Канаде, и в Техасе, лето 1882 года провел в нескольких местах морских купаний, всегда окруженный толпою женщин. Он искал среди них актрис, способных заинтересоваться его верой и протолкнуть ее на американскую сцену. Это не удалось. В конце концов, он стал жертвой шулеров, проиграл крупную сумму, однако у него хватило трезвости на то, чтобы с уцелевшим остатком, далеко не отвечавшим его мечтам и нуждам, покинуть Америку, которая уже не могла ему дать ничего, если не считать двух красивых вазонов от керамической фирмы в знак благодарности за увеличение ее оборота пропаганды эстетики интерьера. Впрочем, возвращался он освеженный в расцвете силы здоровья. Эстетский костюм лежал в чемодане, в который он уже никогда не заглядывал. Оскар охотно спрятал бы там вместе с другими вещами и свои лекции, но ему пришлось еще не раз их повторять. В начале следующего года он поехал в Париж, поселился в гостинице Вольтер на любимом берегу Франца с сеной и лувром перед окнами. Волосы он причесывал а-ля нейрон, что усиливало сходство черт его лица с лицами императоров на древних геммах и каждый день подвивал мелкие кудри. Одевался подобно бальзаку по моде 1848 года, ходил увешанный брелоками и с тросточкой из слоновой кости, на балдашник который был отделан бирюзою, носил меховое пальто с зеленым верхом, обедал в кафе до Пари у Фуайо у Биньона на авеню Дель-Опера, а когда с деньгами бывало туго, брал за несколько франков обед в своей гостинице. Стихотворение свои Уальд разослал с посвящениями самым знаменитым писателем. Спустя несколько недель он завтракал с гонкуром, пил чай с бурже в кафе Дурсе, а Ришпен водил его за кулисы. Верлен с изумлением смотрел на этого щеголя, который то и дело зажигал папиросу с золотым мунштуком и так много говорил, что забывал о пустом стакане поэта. Говорил он слишком много. Папаша Гюго, который был уже в преклонном возрасте и скучал, когда беседа шла не о нем, задремывал. Гонкур в своем дневнике записал несколько анекдотов и перестал заниматься гостем. Порой он еще вызывал восторг у какой-нибудь дамы, которой удавалось узреть как бы светящийся нимб вокруг головы этого краснобая. Постепенно он становился молодым человеком с блестящим прошлым. Для трудолюбивых французских писателей томик стихов на веленивой бумаге был слишком легковесен, чтобы долго обременять их память. Ничего не совершить — это большое преимущество, но не следует этим зло употреблять. Уайльд заперся в своей гостинице. Тревожное его одиночество заполнила французская литература. Он удалился от усталых и равнодушных взглядов, чтобы жить при блеске глаз расширенных выступлений творчества. На белых страницах книг в мягких желтых обложках дышала ярость бальзака, извлекающего подобно богу в сикстинской капелле, из будничной серости живой мир. Сверкал хрусталем чистейшего искусства отшельнический труд Флобера, проступал мастерский рисунок Хемалий и Камей Готье, звучал строгий ритм Бодлера, десятки талантов, чье присутствие он недавно ощущал физически, несли ему тайны своих открытий и взлетов. Неизъяснимое блаженство испытывал он от соприкосновения с жизненным и творческим опытом этих великих людей. Малейшая происшедшая в нем перемена тотчас отражалась в костюме, в прическе или в другой мелкой черточке его облика. Не раз случалось, что какой-нибудь пустяк, вдруг введенный им в свой обиход, придавал ему новые силы. Он заказал себе белый халат, точно такой, какой надевал во время работы бальзак. Роберт Шеррард, ближайший его друг в ту пору, застал его однажды за письменным столом. Перед ним лежал лист от личной бумаги большого формата, какие любил Виктор Гюго. Хотя было еще светло, горела лампа, окна были завешаны. Шеррард хотел поднять штору. Нет, нет, Роберт, закричал Аскар, оставь так. Мне кажется, будто я сижу здесь целую ночь, и это мне помогает в работе. Но ведь ты закрываешь себе прекраснейший вид Парижа. Ах, мне это совершенно безразлично. Это интересует только хозяина гостиницы, ведь он включает вид в счет. Джентльмен никогда не смотрит в окно. Над чем ты работаешь? Над стихотворением. До полудня мне удалось вычеркнуть запятую в одном предложении. А после полудня? После полудня я вернул запятую на прежнее место. Но, полагаю, ты не намерен брать у меня интервью. Знаешь что, Роберт, ступай-ка в город и найди мне рифму на «арр». На следующий день Шерард принес ему рифму «ненюфар». Так возник «сфинкс». Тяжелые бодлеровские стихи, в которых, как на фризе сновидений, проходят извечные образы кошмаров. Морской конь, гриф, гор, с головою ястреба, пашт со зрачками из зеленых берилов, аммон на пьедестале из порфира и перламутра, нереиды с грудями из горного хрусталя, фантастический зверинец мифов, искрящийся самоцветами, застланный тьмою, поэма, повисшая между вороном, по и искушением святого Антония Флобера. Никогда еще Уальт не работал так напряженно над звучанием каждого стиха, над отбором и местом каждого слова. То был труд ювелира, слова, уложенные в строфы, обладали блеском и огранкой драгоценных камней. Драгоценности Оскар любил любовью воображение, чувством причудливым и утонченным, порожденным волшебную тайны этих осколков мертвой материи, в которых человечество с незапамятных времен видело символы чар, молитвы, знания и могущества. Силою непостижимых связей открывались пути от камней, добываемых во мраке недр земных, к звездам, сверкающим во мраке небесном. Сапфиры, берилы, изумруды, рассеянные божественным случаем, в гранитах, гнейсах и слюдяных сланцах, рубины, подобные впитавшимся в известковые отложения каплям крови, алмазы, чья непорочная чистота вела свое происхождение из темного рода угля, как будто чудом божьим обеленные черти превратились в ангелов, а вместе с ними и от них происходящее множество звучащих стариною названий. Все эти создания, причудливые алхимии скал, прилепились к мыслям человека, дабы формой своей или строением подражать формам извечным. В кольце, в ожерелье, в диадеме был заключен целый мир, вечный круговорот, вселенная, а бесконечность воплощалась в змее, держащей в пасти свой хвост, набедренная повязка колдунов, жрецов и королей. Из сверкающих этих слогов веками складывалось особое священное описание, чьи идеограммы выражали деяния богов, заклинания, жизнь и смерть, и самый обычный кулон, ныне совершенно мирный, ибо забывший о своей генеалогии, восходит к временам, когда первый человек вешал на шею зубы убитых животных. В Лондоне на Олд Боун Стрит или на Риджин Стрит, в Париже на Рю-де-Лапе, Оскар часами разглядывал витрины ювелиров, и столь сильно было его влечение, что уходил он всегда с чувством обретенного богатства. О драгоценностях он писал и говорил так, будто перед глазами у него стояли полные самоцветов раскрытые ларцы. В воображении своем он владел сокровищницей, содержащей такие вещи, каких не сыщешь у ювелиров. Сапфиры, некогда бывшие глазами статуй, рубины из амулетов с ядом, жемчужины с кубков Клеопатры, алмазы с мечей крестоносцев, куда бы он ни приезжал, в Англии, в Италии, в Греции, и во Франции он не пропускал ни одной сокровищницы, если надеялся увидеть там злототканные ризы, раки, венцы, скипетры, перстни с печатями, магические доспехи силы и славы, в которых многие века сражались во имя Бога или людей. Он добирался даже до частных собраний, заводил знакомства с владельцами небольших коллекций или торговцами древностями, которые хранили в далеко запрятанных ларчиках, в закоулках, огражденных решетками чуланов, горсть потемневших драгоценностей, и постепенно приобрел богатства несметные, неподвластные времени и уничтожению. Ими он распоряжался не таясь, но увлеченно рассыпая их во всех своих стихах, расточая в беседах. Он не мог без волнения прикоснуться к крупинке золота, к драгоценному камню, под пальцами своими он сразу как бы чувствовал ток крови человеческой, которая когда-то на них проливалась. Эти немые, блестящие вещицы могли ведь иметь свою историю славную, удивительную, трагическую. Странствия драгоценностей столь же неизвестны как странствия волн морских. В невзрачном жемчужном колье могли ведь оказаться перлы с герцогской шляпы Карла VII, а в броши на чьей-то груди неронов изумруд. Бог весть, когда найденный и передаваемый из поколения в поколение теми же безымянными руками, что добывают самоцветы из земли, из моря, из старых могил, из развалин, словом, из постоянно открытых ладоней случая. Особенно сильное впечатление испытал Аскар, неожиданно встретив подобные же чувства в купленной им книге. Это была новинка, уложенная широким желтым веером в окне книжной лавки на улице Гренель. Гюисманс, наоборот. У Аскара так и стоял перед глазами призрак живой черепахи с панцирем из золота и драгоценных камней, сверкающий и мрачный образ, возникший вдруг, словно вырезанный его ножиком из этих страниц, еще пахнущих свежей типографской краской. А когда на 145-й странице он увидел встречу двух молодых людей, потом их смех, молчаливое согласие в их взглядах. Удвоенные удары его сердца завершали каждую из 44-х строк, рассказывавших историю их дружбы. Всеми чувствами своими Оскар впитывал эту книгу, содержавшую гимны всем чувствам. Он читал ее до поздней ночи, совершенно одурманенный. То была самая странная книга, какую он когда-либо читал. Ему чудилось, будто все грехи мира в роскошных одеяниях проходят перед ним безмолвной чередой под тихое пенье флейт. Образы его смутных слов предстали внезапно как явь. Душа его полностью сливалась с душой молодого парижанина, который в XIX веке пытается пережить все страсти и образ мышления всех эпох, кроме своей собственной, и соединить в себе разные настроения, пережитые мировым духом. Его равно влекло своей искусственностью то добровольное самоотречение, которое люди неразумно называли добродетелью, как и те естественные порывы к бунту, которые разумные люди все еще называют грехом. Стиль, каким это было написано, представлял собой тот сверкающий самоцветами, живой и темный одновременно, полный жаргонных словечек и архаизмов, технических терминов и изысканных перефраз, стиль, отличающий творения нескольких утонченнейших художников французской школы символистов. Были там метафоры, причудливые, как орхидеи и столь же нежных красок. Жизнь чувств описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было понять, читаешь ли повесть об экстазах средневекового святого или болезненную исповедь современного грешника. То была книга ядовитая. От ее страниц как бы исходил тяжелый аромат курений. Она утомляла ум. Сама интонация фраз, изысканная монотонность их мелодики, сложные рефрены и искусные повторы погружали его в мечтательное состояние по мере того, как он переходил от одной главы к другой. первое впечатление было настолько сильным, что возродилось во всей своей свежести, когда Уальд семь лет спустя в этих словах воспроизвел его в Дориане Грее. Гюис Манс поразил его, как внезапно налетевшая гроза. Он высказал все то, о чем Оскар давно думал, причем так, как самому Оскару хотелось бы выразить свои мысли. Стало быть, волшебный мир, где царят наши пять чувств, уже создан, и он, Оскар, открыл его под желтой обложкой случайно попавшейся книги. Нашелся голос, достаточно сильный и свободный, чтобы прославить томление пальцев, ищущих холодного прикосновения драгоценностей, и прихоть глаз, желающих новой гармонии красок и жажду обоняния, которую можно утолить только гаммой запахов. Нашелся человек с тем же щедрым обилием искусных слов, выискивающий необычное наслаждение гурмана и особые красоты литературы или искусства. то было новое оплощение изобретательного ума римских императоров, занятого трудным искусством жизни, полностью погруженного в заботы утонченной впечатлительности. Под влиянием этой книги у Аскара появилась манящая цель жизни — добавить новые страницы, написанные собственным опытом, инстинктами здорового организма, запечатлеть на огромных просторах мира то, что болезненный дезэссент сочинял в печальной тишине одинокого своего дома. И, как всегда, в подобные минуты ему припомнились слова Флоберовой химеры, слова, которые он никогда не мог произнести без трепета, бурный рефрен его юности. Он скандировал их, он пел их, «Я ищу новых благовоний, небывалых цветов, неиспытанных наслаждений». Но, размышляя над финансовой стороной такой книги, Оскар быстро осознал, что у дезэссента для осуществления его капризов были средства, которых ему-то как раз не хватало. Поэмами, где один стих стоит дня труда, не наживешь богатства. Даже неясно было, найдет ли себе издатель «Сфинкс». «Я собираюсь издать его в трех экземплярах», шептал Оскар друзьям, словно доверяя интимную тайну. «Один будет для меня, второй для британского музея, третий для неба». «Относительно британского музея у меня есть некоторые сомнения». В письменном столе, однако, лежала еще пятиактная трагедия герцогиня Падуанская. Действие происходило в обрамлении великолепной ренессансной архитектуры. Князья, рыцари, придворные могли выступать в ослепительно роскошных одеждах. Драма была во вкусе елизаветинских. Кровавые истории с искорками юмора, гладкий белый стих, немного сочной прозы в разговорах горожан, однако все в целом подтверждало печальную истину, что нет смысла тягаться с Шекспиром даже после опыта трех веков. Для главной роли Оскар наметил прелестную Мэри Андерсон. Послал ей копию рукписи с любезным письмом. Прошло несколько недель, Оскар потерял терпение и отправил телеграмму. Под вечер, когда Оскар с Шерардом обедали, пришел ответ. Оскар медленно развернул голубой листок, одним взглядом охватил полтора десятка слов вежливого отказа, оторвал краешек телеграммы, смял его в шарик и сунул в рот, как бы желая ощутить вкус неудачи. Но длилось это не более минуты, и он, дунув, выстрелил бумажным шариком. Довольно скучное дело, Роберт. Когда он зажигал папиросу, над желтым лохматым огоньком спички появилось нечто, приковавшее его взгляд так надолго, что огонь обжег пальцы. Вероятно, то было всего лишь облачко голубоватого дыма, который, однако, в тот миг внезапной удивительной тишины, объявшей его, преобразился вдруг в бледный овал такого знакомого, самого дорогого лица. Он видел, как она показалась в окне и как проходит под этим окном по длинной улице. Казалось, не хватит сил отвести взгляд от бронзового молотка, висящего на дверях дома. Образ матери всегда вот так всплывал и исчезал в уме Оскара, повинуясь таинственному движению волн его жизни. На следующий день он уехал из Парижа. Вечером того же дня он был на Парк-стрит, где мать жила вместе со старшим сыном. Как прежде устраивались послеполуденные приемы, при опущенных шторах и все более темных абажурах. Леди Уальд в старомодном кринолине, потучневшая со слоем косметики на лице, но пылким взглядом всегда молодых глаз и глубоким восторженным контральто царила в обществе дам и мужчин, в атмосфере, напоенной запахом крепкого чая, табачного дыма и идеализма. Светлое широкое лицо Оскара появлялось среди этого восхищенного хора, подобно лучезарной утренней звезде. Выдало поклонствие матери, всегда можно почерпнуть талику бодрости, но лучшим прибежищем от неудач было собственное неиссякающее чистолюбие. В Лондон он вернулся с более твердой, чем когда-либо решимостью приобрести славу и богатство. Поселился Оскар в аристократическом квартале Гровенор Сквер, где снял две комнаты на четвертом этаже на Чарльз Стрит в старом доме по соседству с Кобург Отелем. Комнаты были красиво обставлены, на стенах дубовые панели, старинные гравюры в черных рамах. Оскар старался, чтобы его видели в экипаже, в самых шикарных ресторанах с дорогой папиросой во рту, за бутылкой шампанского. Одежду заказывал на Бонд-Стрит, шляпы и перчатки покупал на Пикадиле, цветы в Берлингтонских аркадах. За все это нередко приходилось расплачиваться неделей поста. Тогда он ночью собирал с пепельниц окурки несколько дюжин порошо, выкуренных за день, закладывал часы, брелоки, трости, даже золотую медаль премию Беркли. Ничто, впрочем, не могло смутить его беспечность, беспечность человека, верящего в свою звезду. Один американский издатель предлагает ему пять тысяч долларов за роман в сто тысяч слов. И Оскар отвечает, мне трудно удовлетворить ваше желание по той простой причине, что в английском языке нет ста тысяч слов. Какая-то газета посылает ему анкету с просьбой указать десять лучших книг. Оскар на это не могу их назвать, так как пока еще сам не написал столько. Веселье, оживленность, лесть открывали ему несколько раз в неделю двери богатых домов, где, вопреки английским обычаям, ему предоставлялась полная свобода в речах. «Усердно тружусь над своей ленью», писал он Шеррарду. «У меня чередуются поздние ужины и голодные утра. Надо, однако, ослеплять свет, и моя нейронова прическа всех ослепила. Никто меня не узнает, все удивляются, как молодо я выгляжу, и это так приятно». Казалось, он будет одним из тех блестящих литературных бездельников, которые уходят, не написав ни одной книги, оставив лишь несколько афоризмов, анекдотов, да нечто вроде легенды, угасающей вместе с их поколением. Оскар снова предпринял поездку с лекциями по провинции. Это были те же беседы об английском ренессансе и искусстве убранства жилищ, слегка освеженные рассказом об американских приключениях. Яркие кричащие афиши привлекали все меньше слушателей. Импресарио готов был повысить гонорар, только бы Оскар опять надел короткие штаны и бархатный берет. Но у него достало самоуважение, чтобы этого не сделать, и вместо денег он привез жену. Констанция Ллойд, дочь дублинского адвоката, была типичной английской хорошенькой девушкой с каштановыми волосами и глазами цвет фиалок. Скромная, робкая, серьезная. Она, сирота, встретила Оскара восторженно, как сказочного принца, и влюбилась в него без памяти. Уальд, который за несколько месяцев перед этим намеревался стать послом, находился в той полосе жизни, когда наступает некая усталость, пресыщение, недовольство собой, словом, часы отлива, и когда обычно совершаются поступки непоправимые. Он, впрочем, не сомневался, что встретил женщину, о которой мечтал. Все произошло довольно быстро, без помолвки, и, едва возвратившись в Лондон, надо было уже думать о свадебных туалетах. 29 мая 1884 года в соборе святого Иакова посреди большой толпы собравшихся появились сперва две младшие подружки, красивые девочки, словно с картин Рейндельса, в шелковых платьицах цвета спелого крыжовника, опоясанные бледно-желтыми шарфами, в больших красных шляпах с желтыми и красными перьями. За ними шли четыре старшие, в пурпурных шелках и светло-голубом муслине. У всех были янтарные ожерелья, приколотые на груди желтые розы и лилии в руках. Оскар чинно и торжественно вел жену в туго зашнурованном курсете, в атласном платье цвета примул, украшенном миртовыми ветками с высоким воротником медичи. Фата была из индийского газа шафранного цвета, букет наполовину зеленый, наполовину белый. Кончились времена меблированных комнат. Был снят дом на Тайд-стрит и обставлен с большим вкусом, по мнению эстетов, и крикливо и странно, как полагали истые викторианцы. На первом этаже находился кабинет Уайльда. Бледно-желтые стены с панелями красного цвета. В углу на колонне копия проксителева гермеса. Вдоль стен полки с книгами. Из холла дверь вела в столовую. Светло-голубой потолок, мебель из дерева желтого цвета, занавеси белые с желтой вышивкой. Здесь оказался наконец на своем месте синий фарфор из Оксфорда. Поразительная милость судьбы сохранила его во всех мытарствах по ломбардам. На втором этаже была гостиная с рисунками Уистлера и японскими вазами, а также более причудливая смокинг-рум, курительная комната, оклеенная обоями рисунка Уильяма Морриса, где на темно-багряном фоне поблескивало золото. Восточные софы и оттаманки вдоль стен, мавританские портьеры и фонари, на окнах занавеси из стеклянных висюлик здесь собирались гости Джон Сарджент, Роскин, Марк Твен, Роберт Браунинг, Суинберн, Сара Бернар, не считая менее знаменитых мастеров пера, кисти, театра. В этой обстановке Уальд показывал гостям свою жену, наряжая ее каждый месяц в другой костюм, греческий, средневековый, старовенецианский, голландский, времен директорию. Констанция казалась самой себе одним из созданий, порожденных воображением Аскара и будто по магическому его слову, наделенным жизнью. Советником молодой пары был Уистлер, живший в доме напротив. Человек этот, с виду похожий на мушкетера, преображенного фантазией По, замечательный художник, рисовавший словно бы крылышками ночных бабочек, утонченный, остроумный, с широкими знаниями, был издавна для Аскара идеалом. Судьба сблизила их в несколько слишком тесных границах. Довольно часто случалось, что один входил в комнату, где еще не погас светящийся след блистательных парадоксов другого, так что оба могли видеть друг друга в глазах присутствующих, как в зеркалах, скрывавших различия и усиливавших сходства. Уальд был настолько прямодушен, что не умел подавлять свое восхищение. Уистлер льстил ему, скрывая пренебрежение. Все кончилось двумя фразами, скрестившимися, как шпаги. «Уистлер», сказал Уальд, «несомненно, один из величайших мастеров». Так я считаю и смею прибавить, что таково же убеждение мистера Уистлера. Когда это передали Уистлеру, он воскликнул, что общего у Уальда с искусством, разве то, что он присаживается к нашему столу и подбирает в нашей тарелке изюм из пудингов, которые потом развозят по провинции. И вдруг, будто подобрев, усмехнулся. «Оскар, милый, безрассудный, проказник Аскар столько же смыслит в картинах, сколько в покрое платья и смело высказывает чужие взгляды». Тут все было убийственно, усмешка, жесты, слова. Слова изысканные, взвешенные и меткие. Они обошли весь Лондон, который внезапно узнал источник некоторых особенно ярких мыслей Уальда. Но Аскар теперь мог об этом быстро забыть и дать другим время забыть. То был период нежной супружеской любви. Аскар почти не выходил из дому, а если отлучался, на несколько часов присылал жене письма и цветы. Видел он ее несколько иными глазами, чем впоследствии. Она прекрасна, бела и стройна, как лилия, и глаза ее словно пляшут, и смех ее трепещет и волнует, как музыка. Менее чем за два года она родила двух сыновей Сирилла и Вивьяна. Любить жену и детей казалось Аскару занятием легким и приятным. Он решил начать жизнь полную труда и самоотверженности. Глава третья Приданная Констанция Лойт состояла из небольшой ренты и надежды на значительное состояние после смерти дедушки. Восьмидесятилетний старик, серьезно заболев, призвал молодую пару, дал ей свое благословение, после чего заново расцвел, наслаждаясь отменным здоровьем. У родственников всегда не хватает так-то умереть в надлежащую минуту, изрек Аскар. Он занял должность главного редактора Women's World, журнала, посвященного модам. Почти два года он писал о всякой всячине, о домашней прислуге, о пишущих машинках, о стенографии в бесцветном, скучном стиле, правил рукописи сотрудников, расставлял запятые, следил за соблюдением иерархии имен в описаниях балов и пикников, за благопристойностью в рекламах портных, подчинялся запрету курить в редакции. Его обязанностью было раз в месяц сдавать пятистраничную статью о новых книгах, обо всем этом плоском вздоре, что под именем романов распространял в Англии запах пеленок и пастырского табака. Тут частенько бывала возможность поиздеваться над авторами, которые ему этого никогда не простили и отплатили в дни невзгод. Лишь однажды случилось ему писать о том, что действительно его увлекло. Эту статью он тогда назвал «Чарующая книга». То была книга Лефевре «История вышивки и Кружева». Цитаты, приведенные из нее в его журнале, он потом переписал в портрете Дориана Грея с теми же ошибками. Все чаще охватывал его трепет при встрече с любым проявлением роскоши или изысканности. Пышность старины заполонила его воображение. В этой области у него были огромные знания, лишь малая часть которых перешла в его книги. На портретах того времени у него слегка расширенные ноздри и особое выражение напряженного внимания, как будто он хочет впитать в себя все запахи и шорохи земли. Зарабатывал Оскар шесть фунтов в неделю, и это было почти все, что он мог уделить своему страстному любопытству к жизни. И, однако, Констанции все реже приходилось хлопотать вокруг его друзей с красивым малахитовым чайником в руках. Дети занимали ее время днем, но, когда они засыпали, начинались пустые печальные часы. Она искала утешения в Теософии, читала произведения Блаватской. При звуке открывавшейся в ночной тишине двери ее охватывал страх, рассеять который не удавалось смеху Оскара. Где он бывал, что делал, вряд ли могли бы сказать даже самые близкие люди. Иногда он возвращался в таком странном наряде, что это могло навести на весьма неуместные подозрения. Врожденный дар привлекать сердца людей, если не на всю жизнь, то хотя бы на некоторое время, когда говорят тебе «я питаю к нему слабость», что может кончиться на завтра или же длиться многие годы, способность, присущая здоровой и радостной молодости, лишь возросла с тех пор, как его влияние на окружающих стало сильнее. Первое впечатление обычно бывало неблагоприятным. Люди отворачивались от его дерзких глаз. Когда он в качестве нового члена впервые появился в Уайт-клубе, все там находившиеся прикрылись газетами. Остался лишь некий старый джентльмен, которому не удалось вовремя найти свободное кресло. Уайт завел с ним беседу и вскоре уже говорил один, чуть громче, чем полагалось бы. Мало-помалу газеты опускались, все больше взглядов устремлялось из-за них наговорившего, кресла потихоньку придвигались и в конце концов образовался круг слушателей, а потом уже то один, то другой, беря Ускара под руку, говорил ему, если в какой-нибудь денек Лондон вам надоест, прошу посетить Тредли. У меня есть доброе бургундское, оно вас заинтересует, или дорогой мистер Уайт, мне досталась от дедушки коллекция картин, я охотно показал бы ее вам. Он очаровывал каждого, кто того заслуживал, и еще больше людей, недостойных этого. Остроты, прежде как бы стесненные, часто скрывавшиеся собственным смехом, сыпались теперь неожиданно, метко и нагло. Если иногда и создавалось впечатление шумливой неискренности, причина была в неуемном желании нравиться, особенно перед особыми высокопоставленными. Он упивался обществом увешанных орденами политиков, министров, лордов, герцоги. Зорким взглядом человека из другой среды он подмечал смехотворность, пустоту, глупость этих людей. Собирал коллекцию редких экземпляров, которых потом вывел в комедиях, однако таял от их лестных для него рукопожатий, разделял все их предрассудки, не представлял себе жизни вне их круга. Ничего удивительного. Я предпочитаю Норфолка, Гамильтона, Бекингема, нежели Джонса, Смита, Робинсона. Я, как Шекспир, до безумия влюблен в исторические имена. Сам он понемногу сближал свою скромную родословную с разросшимися генеалогическими древами тех, с кем встречался. О матери своей говорил не иначе, как «Her Ladyship, ее милость». Подписывался же «Оскар о Флаэрте Уальд». О, Флаэрте — имя древних королей Ирландии. Я на него имею право, ибо происхожу из их рода. В полночь он погасал, словно бы вместе со свечами в канделябрах. Опустевшие залы, стук закрывающихся дверей, слова прощания навевали на него ощущение траурной пустоты. Он возвращался в свой дом, объятый сном и тишиной. Там все было без перемен. Он мог слышать, как ровно и спокойно дышат в своих комнатах дети и жена. Опять перед ним будничная повседневная жизнь, которую надо продолжать с того места, на котором он ее несколько часов назад оставил. Жизнь, где царят необходимость и обыденность. Утро серым своим рассветом спугивало последние иллюзии, а ночью-то казалось, будто создан новый мир нам на радость. Все находилось на своих местах, безмолвное, надежное, прочное. Посреди комнаты стоял пустой, видавший виды письменный стол, карлейля, купленный на аукционе. Некий странный парадокс среди нарядных книжных шкафов, ковров и безделушек вещь тревожащая и таинственная. Сделанный из прочного дуба, несмягченного не единой округлостью, очерченный строгими линиями ровных плоскостей, стол казался неким бастионом, сосредоточен и мысли. Никакого хруста, скрипа, скрежета, ящики выдвигались тихо, без сопротивления, как хорошо смазанные засовы. Несколько чернильных пятен, не смывающихся, как следы крови в старых замках, один бок чуть светлее, верно от многолетнего действия солнечных лучей, и один край, на который опиралась рука писателя, обтерт, вроде исхоженных ступеней лестницы. Долгие часы просиживал Оскар за этим столом в полной беспомощности. Внутри была ужасная для всякого художника тишина и угрюмая безмолвие мозга, который ни единой мыслью не откликается на нетерпеливую мольбу о слове. Проведенные за вином ночи вселяли в Оскара легкий взгляд на будущее, которое представлялось ровной, почти бесконечной полосой, где всему будет место, где тебя ждет бесчетный ряд дней, готовых породить шедевр. И вдруг в этих четырех стенах становилось тесно, пусто, одиноко. В часы увлеченности своим красноречием он чувствовал себя титаном, способным двигать горы. А вот на поле белой страницы не находил ничего по силе своих рук, кроме обычных камешков. Ему не хватало дыхания на что-то покрупнее небольшой статьи или литературной рецензии. И очерк «Шекспир и костюм», позже в книге статей, изданной под названием «Истина масок», очерк весьма основательный и разумный, был единственной более обширной работой в течение года он сумел заполнить несколько десятков листов дорогой бумаги прямо-таки нахальных размеров. Формат бумаги он заимствовал у Виктора Гюго, и лишь тщеславие мешало признать, что такие размеры бумаги были уместнее для руки писавшей отверженных, чем для этих скромных полужурнальных заметок. Однако в 1886 году произошла некоторая перемена. Пускару пришло в голову, что можно ведь говорить с пером в руке так, как он говорил по вечерам за вином и папиросами. Контервильское привидение, сфинкс без загадки, натурщик миллионер, как бы взятые из записи бесед, стали известны в лондонских гостинах намного раньше, чем появились в популярных журналах. Преступление лорда Артура Севеля предвещало будущие комедийные диалоги, как и фамилию леди Уиндермир, принесшую ему несколько лет спустя такой успех. В конце изящной новелы луна с любопытством взглянула, будто глаз льва из-за гривы палевых туч. Бесчисленные звезды осыпали округлый небосвод, словно брошенная на пурпурный купол золотая пыль. А еще через минуту занялась заря, алые лепестки волшебной розы. То уже была тьма и свет иного мира. Через несколько месяцев стол Карлейля прогибался под цветами и драгоценностями. Создавались сказки о счастливом принце, о соловье и розе, о великане эгоисте, о замечательной ракете. Ни одна из них, прежде чем забраться на стол Карлейля, побывала на верхнем этаже в комнате мальчиков, которым Уальт рассказывал свои сказки, трудноватые для их возраста и воображения. Несколько сказок по дороге утерялось и сохранились они лишь в памяти сыновей. «Счастливый принц» вышел в мае 1888 года с иллюстрациями Джеком Багуда и Уолтера Крейна. Критика отнеслась пренебрежительно, успех книги был невелик. Не принадлежа к писателям, изучающим счета книжных лавок, Уальт об этом не тревожился и, скорее всего, даже не знал. Он был в восторге от исправной быстроты своего пера. Вызвольненное из журнального рабства, оно поспевало теперь за бегом его фантазии. После краткой выучки у Андерсона он вернулся к излюбленной своей форме свободного очерка, этой изящной, тонкой манере рассуждать о людях, вещах и проблемах, которые Уолтер Паттер придал столь живой и красочный тон. Уолтер Паттер — тихий и задумчивый мастер из Оксфорда, товарищ лучших часов жизни, несравненный виртуоз музыкальной звучной прозы, перо, карандаш и отрава. Очерк, опубликованный в 1889 году «Fortnight Le Review» и портрет мистера У. Икс того же года, могли бы оказаться среди воображаемых портретов Паттера по точности сведений, чистоте стиля и изысканности тона. Первый очерк, посвященный странной фигуре Уэйнрайта, писателя, рисовальщика и отравителя, возник якобы после того, как автор загляделся на пару перчаток зеленой кожи, такой гладкой и тонкой, что она почти просвечивала. Их ввел в моду этот дэнди начала 19 века. Целые месяцы Оскара преследовал образ узких рук, как бы обтянутых змеиной кожей, под которой просвечивали синеватые жилки. Он видел, как ночью они появляются, чтобы влить яд в стоящий у кровати стакан, и как с подобной же легкостью при мирном свете лампы делают за столом заваренным книгами изящные зарисовки детских головок или выстраивают слова в ряды длинных отшлифованных периодов. Не без глубокого волнения написал он тогда. легко вообразить себе сильную личность, которую формирует грех. И, как всегда, он тут думал о самом себе. Портрет мистера У. Икс был внушен усердным чтением Шекспира. Сонеты принадлежали к любимым книгам Аскара. В любую минуту он мог цитировать наизусть десятки этих великолепных стихов, насыщенных скрытым содержанием. Его привлекала их тайна, окончательно затемненная сотнями брошюр, трактатов, ученых трудов, старавшихся ее объяснить. Какое наслаждение очутиться в этом волшебном мире слов, ключ к которому навеки погребенный лежит на дне трех веков. В то время было довольно распространено мнение, что сонеты адресованы лорду Уильяму Херберту. Оскар снова выдвинул давно заброшенную теорию, что героем их является молодой актер Уильям Хьюз, чей образ полон изящества и поэтичности, и для которого Шекспир создавал свои самые обаятельные женские роли. Ведь в его времена женские роли играли юноши. Своё эссе Оскар написал в виде рассказа о волнующей гибели Сирила Грэхэма, погибающего за веру в теорию Хьюза, сделал в лёгких беседах более доступными трудные учёные рассуждения и наполнил ими тишину библиотек в старых богатых дворянских домах. Форт Найтли Ревю отослал рукпись автору, не желая публиковать вещи, где речь шла о любви Шекспира к юношам. Напечатал очерк Blackwoods Magazine, и много недель не прекращались толки в гостинах, в клубах, в прессе. Очерк Уальда восприняли как личное признание. Ни в один период своей жизни Уальд не работал так, как в 1890 и 1991 годах. Успех в обществе и известность были достаточно велики, чтобы поддерживать ровные напряжения ума, как бы под постоянным магнетическим током, но в то же время еще не превышали некую меру и оставляли немало часов, чтобы прислушиваться к своим мыслям. За исключением юношеских стихов, в значительной мере возникших в оксфордском одиночестве, творчество Оскара всегда осуществлялось вдали от его кабинета и письменного стола. Живое слово всегда было у него матерью мысли, а общество тем, чем бывает для железа кремень высекающей искры. Он мыслил, столкнувшись с умом другого, мыслил, когда говорил, и созданный на ходу ответ чаще всего бывал той чудесной загадочной случайностью, какая при создании стиха, подсказывая трифму, пробуждают неожиданные ассоциации. После одного вечера, проведенного среди людей внимательных и молчаливых, из одной встречи с кем-нибудь умеющим слушать и спрашивать, из обычной поездки по парку, где между двумя поклонами обмениваются несколькими фразами о погоде, о новой трости, о пейзаже, о мелодии, которую играет оркестр, он приносил больше, чем сумел бы нашептать сам себе в течение бесконечных часов за столом Карлейля. То, что оставалось сделать, зависело уже только от умения записывать. Разумеется, это только заключало в себе бездну писательских наслаждений и мук. В те годы Уальд шел на них с величайшей радостью. Второй цикл сказок, изданный отдельной книгой под названием «Гранатовый домик», он рассказывал неоднократно и на разные лады, прежде чем нашел эту форму, где слиты мягкая фантазия Андерсона и флоберовская точность, образуя особый сплав. Свершалось бракосочетание «Снежной королевы» со святым Юлианом Милостивым. Свадебным подарком от Уальда были неистащимый ларец с драгоценностями и длинные ряды гобеленов, на которых его ритмическая проза выткала картины природы и радостные постарали. Книга вышла небольшим тиражом, критика ее, в общем-то, обошла молчанием, не догадываясь об истинной ее ценности, не предчувствуя, что она станет источником столь многих подражаний. В эту пору Оскар часто заглядывал в итальянский ресторанчик в квартале Сохо, где за несколько шиллингов подавали недурной обед с бутылкой Кьянти или Барбери. Его сопровождал Роберт Росс, чья небольшая фигурка, лепилась к Уальду, как короткая полуденная тень. Несколько месяцев назад Уальд подобрал Росса вместе с его тростью и перчатками на диванчике в приемной редакции Saturday Review. Росс сидел, смиренно поджав ноги, и ждал, пока его вызовет редактор, мистер Поллок. Видно было, что он сжимает в кармане рукопись. Оскар вывел его оттуда, как Сократ Федора, выслушал содержание романа, который Росс рассказал ему по пути, и завязалась дружба. Со стороны Уальда великодушная, доброжелательная и благодарная, со стороны Росса покорная, преданная, непоколебимая. Однажды Росса опоздал на обед, о котором они уговорились. Я должен был зайти в редакцию, сказал он, долго ждал там, потом сел в омнибус, а он, ты знаешь, делает большой круг, вот у меня еще есть билет. Оскар налил себе рюмку вина, выпил, рассмеялся. Дорогой Робби, я так тебя люблю, что отношусь к тебе с наивысшим доверием, верю твоим словам. Заметь, я награждаю тебя не по заслугам, то, что ты говоришь, очень похоже на правду, но, скорее всего, это обычное искажение ничего не значащих фактов. Да, еще этот билет. Ты прибегаешь к свидетельствам, доказательствам, словно ты газетчик или политик. Ты не умеешь лгать, твои губы не умеют лгать. Они слишком прямые, ты бы постарался хоть немножко кривить верхнюю губу. Да, мы должны заняться возрождением лжи, как искусство, мастерство и наслаждение. Роберту игра пришлась по вкусу. В ожидании, пока подадут рыбу, Оскар рассуждал о вечной лжи искусства, а Рос задумчиво молчал. В этот день он читал Мюссе. А знаешь, Оскар, у него Фортунио восклицает, какой нынче вечером неудачный заход солнца. Взгляни на эту долину, на четыре-пять жалких тучек, карабкающихся на ту гору. Да я такие пейзажи рисовал на обложках моих школьных книжек, когда мне было лет двенадцать. Прелестно, Робби, прелестно, и как верно, природа действительно неисправима. До тошноты повторяет один и тот же эффект. Заход солнца совершенно вышел из моды. Это нравилось в те времена, когда Тернер был последним словом в искусстве. И все же это явление продолжает существовать. К удовольствию провинциалов. Разговор делал внезапные и великолепные виражи. В четверть часа Оскар обозрел литературу, искусство, Грецию, Францию и возвратился довольный, счастливый и неистащимый. Знаешь, сказал он в заключение, Гюис Манс говорит, что Дез Эссент вернулся из Голландии разочарованным. Он нашел там обыденную жизнь и обыденных людей, ни в чем не похожих на портреты, пейзажи и жанровые сцены голландской живописи. Ручаюсь, так обстоит дело повсюду, даже на краю свет. Япония Хокусая — его собственная личная фантазия. В жизни от этого осталось лишь немного вееров да фонариков. Два дня спустя он послал в Найтен Сенчери рукопись диалога под названием «Упадок лжи». Но этот диалог продолжал жить в нем. Жить певучим потоком свободного слова, цепким взглядом, охватывающим каждую мысль со всех сторон, как статую на вращающемся пьедестале. Жить в причудливости, беспечности, в легкости формы, которую любили все свободные умы от Платона до Лукьяна, Джордану Бруно и Разморо Тардамского Ренана. За несколько недель Оскар перечитал Горгия, Федра, Половину Республики, Беседы Богов, Вымышленные Диалоги Ландора, Беседы Мертвых Фонтанеля, Калибана и Воду Молодости Ренана. Все это вросло в него, как клетки разнообразных тканей, готовые воспринять кровь собственных его мыслей. Тему подсказал случай. Наводя порядок в столе, Оскар нашел рукопись своей университетской работы о возникновении исторической критики. Его позабавила ученическая эрудиция и удивило то, что в наивном этом тексте встретилось несколько выражений, которые можно было использовать. Листки, на которых он их выписал, а также заметки из недавно прочитанных книг, перемешались под влиянием фантастического настроения, овладевшего Аскаром, когда он создавал диалог, критик как художник. Два молодых джентльмена вели беседу так, как ее умел вести Уайльд, непринужденно, с улыбкой, в кругу непрестанно меняющихся образов, придающих мыслям форму и краски. Тут нашли свое место идеи, услышанные от Резкина и извлеченные из вечеров у Берн Джонса, и то, что он навсегда усвоил из Ренессанса Уолтера Паттера. Наконец, в эту мозаику удалось очень кстати вставить все даны неразрозненные замечания о книгах, картинах, статуях, и диалог оказался формой столь емкой, что по краям его еще окаймляла пена веселой праздности, хвала созерцательной жизни, некий манифест благородных душ. Закончив диалог, Уальд испытал то блаженное облегчение, какое чувствуешь, высказав до конца свои мысли, свою веру, свои вкусы. Два обычных имени, Эрнест и Гилберт, которыми он отделял абзацы диалога, и о которых вначале так мало думал, что не видел их лиц, не подозревал, что у них могут быть какие-то свои черты, внезапно ожили, стали знакомыми, будто из него самого вышли две тени. Им владело чудесное и грустное чувство полной самоотдачи. Две тени ушли, унеся с собою все его мысли и мечты, и он ощутил в себе такую пустоту, что уже не надеялся когда-либо заполнить ее снова чем-то подобным. Снаружи была все та же заря. Она будто пурпурной лентой перевязала последнюю фразу рукписи. Как бы с трудом отрываясь от двух своих теней, Оскар поспешно оделся и вышел на улицу. Вот он в Ковентгардене, где разгружают уже последние повозки с цветами. Он сел на скамейку, а когда заморосил мелкий дождик, зашел в только что открывшееся кафе. Официанты переносили столики, поставленные один на другой. Оскар забыл о своем кофе и выпил его уже совсем холодным. Озявшие от дождя и холода извозчики пили чай с ромом стоя, опершись на кнутовище. Наконец небо прояснилось, и Уальт вернулся домой кружной дорогой. В прихожей он увидел утреннюю почту. Сверху лежал конверт с американским штемпелем. Не снимая пальто и шляпы, Оскар вскрыл конверт. Лейпенкоттс Мэгазин спрашивал, можно ли рассчитывать на какую-нибудь его повесть, не слишком длинную, на тридцать-сорок тысяч слов, для одного из ближайших номеров. дом просыпался. В верхних комнатах слышались голоса детей. Оскар зашел в свой кабинет и бросил письмо на стол. Пустота, которую он чувствовал в себе несколько часов назад, отозвалась глубоким гулом, как медленно наполняющийся сосуд. Несколько дней к ряду Оскар почти не выходил из дому. Когда же случайно оказывался в обществе, его молчание и рассеянный вид вызывали недоумение. — Пишу повесть, — отвечал он, если кто-нибудь прямо спрашивал, что с ним. — Я побился об заклад, что напишу повесть за две недели. Минула вторая неделя, а вещь не была закончена. Ни одно произведение не вызывало у Оскара такого увлечения, такого внутреннего жара. Он отрывался от стола лишь тогда, когда наступало состояние одурманенности после чрезмерного количества выкуренных папирос. Не составляя плана, не связывая себя намеченным заранее ходом событий, он ждал всевозможных сюрпризов, которые судьба могла принести тому, чье сердце билось от собственных его Оскара тревог. Вернее, у него было теперь два сердца и два мозга. Лорд Генри Уоттон мыслил его мыслями, Дориан Грей жил увлекаемый его страстями. Ну, конечно же, не для удовлетворения пошлой мещанской морали уготовил он гибель этому созданному мечтой красавцу. Просто тот сам низвергался в пропасть, словно обмечащийся в кошмаре с пурпурных подушек. При каждой зловещей фразе Оскара пронизывала дрожь, будто он прикоснулся ногою к собственной могиле. В первый раз он ощутил такое потрясение, когда писал в сказке о молодом короле «Не мудрее ли тебя тот, кто создал нищету?» Очень часто случалось, что написанное предложение было для него чем-то большим, чем ряд слов. Страницы смерти Дориана он тщательно переписал сам, не решаясь показать чужим глазам эти беспорядочные перепуганные буквы. На другой день снова наступили холод и покой. Оскар сложил в стопку листы, груда которых две недели росла в ящике стола, и, беря один за другим, нумеровал страницы, перечитывал правил, вычеркивал слова, прибавлял. Рос, которым он прочел готовую рукопись, нашел сходство с шагреневой кожей бальзака. Совершенно о ней не думал, сказал Уальд. История Дориана, хотя и развивалась неожиданным образом, давно жила в его мечтах, всегда готовых к тому, что кто-нибудь может подарить ему большую медведицу. Всякий раз, когда он хотел усмирить свои мысли, успокоить их перед сном или развлечь во время одинокой прогулки, он предавался мечтам о вечной молодости. Иногда он воображал себе алхимика, старого, всеми забытого чудака, который случайно его встретит и подарит заветный флакон. Одной капли хватит, чтобы удалить морщины, вернуть упругость мышцам, восстановить выкрашившиеся зубы. В другой раз это совершалось с помощью никому до тех пор неведомого зелья, волшебного зелья, подобного тому молии, которым запасся Одиссей против чар Церцеи. Или же можно было по старинке продать душу дьяволу, демонам, духам воздуха, и тогда одно их прикосновение предохранит тело от болезни, увядания и сделает его прекрасным до конца ничем не ограниченных дней. Разнообразие эти мечты Оскар пользовался всеми способами, известными в мифах и легендах о чернокнижниках, вводил даже эллинских богов, на миг поддаваясь вере, что мир, как прежде им подвластен, с детским увлечением собирал все вымыслы, кроме того одного, который вдруг явился ему, когда он взял первую четвертушку бумаги. «Я совсем не думал об Альзаке», повторил он. «Разумеется, досадно, но тут уж ничего не поделаешь. Не стану же я изменять свою повесть из-за того, что какой-то незадачливый самоубийца отравлял себе жизнь куском ослиной кожи. Надо быть вовсе лишенным впечатлительности, чтобы не почувствовать, насколько моя повесть живее, тоньше, красочнее и правдивее. Да-да, гораздо правдивее». Портрет Дориана Грея, напечатанный в Липпенкоттс Мэгазин, был слишком тощим, чтобы издать его отдельной книгой. По желанию издателя, Уальд расширил повесть хаотической одиннадцатой главой и несколькими столь же пустыми неудачными вставками. Книга появилась в апреле 1891 года и вызвала недовольство. Оскар сделал все, чтобы его разжечь. В клубах, театрах, на прогулке его видели в обществе молодого человека, чарующей наружности, о котором говорили, что он наделен большим поэтическим даром. Звали юношу Джон Грей. Оскар познакомился с ним через месяц после окончания своей повести и счел этот необычный случай лучшим доказательством своей теории о том, что жизнь подражает искусству. Стоит создать прекрасное произведение искусства, чтобы жизнь тотчас его скопировала. Джон Грей наверняка существовал до Дориана. У него без сомнения есть метрика, которая может это засвидетельствовать, однако никто не будет отрицать, что он стал кем-то лишь в ту минуту, когда лорд Уоттон открыл его в мастерской Безела Холорда. Говорили, впрочем, будто Джон Грей послужил образцом для Дориана, и находили это скандальным. Пресса подняла шум. Джером К. Джером в своей газете Тодей призывал к борьбе с испорченностью и соблазном. Сент-Джеймс газет взывала к цензуре, к суду, к полиции. Дейли Кроникл видела тут порождение проклятой литературы декадентской Франции, книгу, полную яда, атмосфера, в которой смердит удушливым запахом нравственного и умственного разложения. На 216 рецензий пожалуй, в одном лишь осторожном голосе Уолтера Паттера не звучало негодование. Несколько недель Уальт вел компанию, посылая ответы, протесты в главные газеты. Моя повесть — это попытка декоративного искусства, протест против грубости абсолютного реализма. Произведение, если угодно, полно яда, но вы не можете отрицать, что оно совершенно, а совершенство — это цель, которой мы, художники, стремимся достигнуть. Только Гёте сумел бы охватить создание искусства со всех сторон полностью и абсолютно верно, и очень жаль, что Гёте не имел возможности прочитать Дориана Грея. Уверен, что книга захватила бы его, и, надеюсь, что какой-нибудь находчивый издатель теперь рассылает теням на полях Елисейских подобные же экземпляры, и что переплёт экземпляра предназначенного Готье светёт жёлтыми нарциссами. В конце концов, утвердив мнение общества, что он написал книгу безнравственную, возмутительную, и, обдав газетчиков презрением, Оскар закрыл дискуссию на страницах Скоттс Обзервер. Прошу считать это письмо последним моим словом и сделать мне любезность предоставить эту книгу вечности, которой она принадлежит. Между тем, успех книги был невелик. В викторианскую эпоху публика была более восприимчива к ценностям моральным, нежели эстетическим. Дориан Грей на французский лад, свободный по стилю и содержанию, был неким протестом против традиционных банальностей английского романа. Быть может, именно это и разозлило так сильно, газетных критиков, если вообще возможно угадать образ мышления людей этого сорт. Уайльд действительно всю жизнь воспринимал французские влияния, причем систематически, как некое средство умственного оздоровления. Французские книги он читал больше, чем английские. Через журналы и личные контакты поддерживал постоянную связь с литературным движением по ту сторону канала. Лишь немногие его вещи и, пожалуй, самые незначительные были написаны без оглядки на какой-либо существующий или возможный французский образец. Даже отдельные фразы, особенно их строй, сочетание, последовательность, он мысленно примерял к ритму хорошей французской прозы. его мало заботило, так ли выразил бы свою мысль или обрисовал бы образ кто-либо из лучших английских писателей. Зато он тщательно взвешивал, как бы это звучало под пером француза. В Париже Оскар бывал несколько раз в году, проводя там по две-три недели. У него были любимые рестораны, кафе. В Париже он вел уединенный образ жизни, толпа о нем ничего не знала, круг друзей был небольшой, женщинам нравилась его учтивость, в которой было нечто от эпохи Людовиков и нечто романтичное. Княгиня Монако прислала ему свой портрет с надписью «Подлинному искусству Оскару Уайльду». Он принадлежал к числу знаменитостей Боррес угощал его завтраком у Вуазена. Мореас Моларме сидели за его столом. Запершись с Пьером Луи в заваленной книгами комнате среди клубов папиросного дыма, они опускали двойные шторы, чтобы свет не мешал их интеллектуальным оргиям, таинственным беседам, длившимся бесконечно. Казалось, так же бесконечно, как то, что было их предметом. Жизнь Греции от Гомера до Плотина. Поэт Стюарт Мэрил, автор четырех времен года, бродил с ним по закоулкам Монмартра. Как-то вечером были они в Молен-Руш. На небольшой сцене выступали клоуны, акробаты, жонглеры. Друзья собрались уходить, как вдруг Аскар потащил Мэрила в первые ряды. На эстраде танцевала какая-то румынка, полусонная жалкая девчушка, которая непонятно зачем, покачавшись взад-вперед, становилась на руки, вскидывая пятки вверх, а через минуту автоматически, безо всякого изящества, снова принималась кружиться, изгибаться и прыгать. Уайльд захлопал ей. Это удивило Мэрила, зрителей и саму танцовщицу. «Я хочу познакомиться с этой девушкой», сказал Оскар. Он послал ей записку. Служитель вернулся без ответа. Оскар был огорчен. «Я, видишь ли, хотел пригласить ее поужинать и поговорить об одном моем замысле. Уже давно я думаю о Соломее. Мне хочется, чтобы дочь Иродиады танцевала на руках. На руках, дорогой мой, точно так, как у Флобера». Дополняя Дориана для издания отдельной книгой, Уайльд снова перечитал наоборот, откуда немало взял для этих дополнений. Заодно он заимствовал оттуда образ Соломеи. Его пленили описанные в пятой главе две картины Гюстава Муро. Неотступно стоял перед его глазами невероятный колоссальный трон, как бы высящийся над веками и над историей. На троне восседает Тетраарх Ирод в эротической позе индусских богов со сдвинутыми ногами, держа руки на коленях. У него желтое морщинистое лицо и длинная борода, подобно облаку, белеющие над звездами драгоценных камней, что сверкают на его облачении. Подальше Соломея, вся в алмазах, жемчугах, золоте, вперив глаза куда-то по ту сторону реальности, словно в каталептическом сне, стоит на цыпочках, готовая начать танец с цветком, как некое божество наслаждения, и в руках у ней лотос, пленительная, чудовищная, равнодушная, безответственная, ядовитая тварь. Образ этот сливался с другим, с описанной Гюис-Мансом акварелью призрак. Во дворце Ирода, в сводчатой радужно-пестрой альгамбре, состоящего на полу подноса, поднимается в воздух отрубленная голова и жуткими стеклянными глазами глядит на ногую Соломею, прикрытую лишь драгоценностями, сверкающими в лучах ореола, что окружает главу крестителя. Оба видения, а может, в особенности их безумное толкование у Гюис-Манса, поплыли в мозгу Уальда рядом с Эродиадой Флобера. Он наизусть знал ту сцену, где Соломе в черных шальварах, в туфельках из пуха калибре, окутанная голубою шалью под звуки флейт, кроталов и гингр, изображает своим телом погоню, вздохи, томления, любовный пыл среди шороха драгоценностей и шелков, утопая в облаках никому невидимых искр, и, наконец, став на руки и подняв ноги вверх, пробегает по сцене, как большой паук, и внезапно останавливается. Через несколько дней после этого вечера Уальд принес Мерилу рукпись. Это была Соломея, драма в одном акте на французском языке. Написал очень быстро, сказал Оскар, одним духом. Все это уже давно было у меня в голове. Но почему по-французски? Не знаю, так получилось. Впрочем, англичане этого бы не поняли. Стюарт Мерил нашел нужным сделать в рукписи столько исправлений, что в некоторых местах тонкие линии неплотно поставленных букв. Оскара бесследно исчезали под угловатыми буквами помарок. После долгого спора Уальд согласился всего лишь убрать бесчисленные «enfants», которыми начиналось каждое второе предложение. «Хорошо», сказал наконец Мерил, «но не считаешь ли ты, что персонажи твоей драмы разговаривают как английские дети, у которых была гувернантка француженка». Уальд усмехнулся. «Ты говоришь как настоящий друг». Взяв рукопись, он попрощался и ушел. Он-то знал ей цену. Его проза была простой. Он понимал, что тут не к чему путаться в длинных периодах. Однако почерпнул он ее из обращения с Олендорфом. Он взял эту прозу из семи принцесс Метерлинка и был доволен, что Мерил этого не заметил. Но подумать следовало. Оскар дал прочитать пьесу Адольфу Ретте. Тот прочел, одобрил все поправки Мерила, да еще от себя добавил больше десятка. Рукопись имела ужасный вид. На ней выросли джунгли помарок и дописанных слов, чужих слов, из-под которых слово Уайльда глядело плачевно и действительно неуместно. Наконец он обратился к человеку, чьего суда опасался больше всего и перед кем всегда немного рабел. Но прежде чем показать пьесу, сам переписал текст заново. Пьер Луис читал медленно, не нарушая молчания, не делая никаких движений. Только то и дело зажигал папирос. Оскар сидел в углу комнаты, держа на коленях старую Библию, Библию Пьера Варике, с комментариями докторов теологии из Лувенского университета, и смотрел на лицо Луи, бледность которого оттеняли черные усы и клубы дыма. Перевернута последняя страница. Луи взял новую папиросу, откинулся на спинку кресла. Уальду казалось, он видит мысли Луиса. Вот Луис сперва дает время исчезнуть последней сцене, когда погасли факелы и звезды, а Луна ушла за туч. Потом он мысленно открывает бесстрастный рассказ святого Матфея. Плясала и угодила. Потом начинает воздвигать дворец Ирода, придавая ему кирпичные бастионы, какие там были в средние века, и арки, колонны, цветущие террасы Ренессанс. Среди них он ищет иудейскую принцессу, которая все ускользает во мгле далеких веков, а он ловит ее несколькими датами из истории, несколькими отрывками древних текстов, и находит ее, наконец, на порталах базилик, на сводах часовен, на стенах монастырей, нежную, радостную, почти с чертами Мадонны. Потом видит ее у живописцев возрождения, зрелую женщину, сознающую свою красоту, несущую голову пророка изящно и свободно, будто корзину с цветами. Луис облокачивается на край стола, опускает голову на руку, и Оскар знает, что под его полуприкрытыми веками движутся бесконечные ряды букв. Все, что прочитали и запомнили эти спокойные усталые глаза. Странная тревога и досада охватывает Оскара. Ему кажется, что это кипа лежащих на столе страниц его унижает. Он готов отречься от них какой-нибудь шуткой. Он не понимает, как мог он хоть на минуту разрешить кому-то судить о его грезах. Однако все похвалы на свете он не променял бы на слова, которых ждет сейчас. Оскар, говорит Луис почти шептом, это прекрасно, это поэзия, это живет и волнует. Никто, даже Флобер, не догадывался, кем была Соломея. Ты ее открыл. Твоя драма — это сказка лунной ночи, и она чарует, как лунная ночь. Между ними стоит лампа под темным абажуром. Луис ищет за кругом света лицо Уайлда, но тот встает и наклоняется к нему, нависает над столом грустным своим телом. «Ты в самом деле так думаешь, Пьер, а язык? Мне говорили Пьер кто? Мэрил, Ретте. Что говорили? Что ты писал, как они?» пожимает плечами Луис. Уайлд молчит. Ни гордость, ни тщеславие, ни привычка к похвалам не могут погасить в нем счастье, какое он испытывает при словах друга писателя над раскрытой рукописью, над этой новой пьесой, еще горячей от его грез. В порыве благодарности он готов пожертвовать самым дорогим, самой этой Соломеей. Он отрицает, что вещь хороша, он находит неудачные места, изъяны, погрешности, он возражает, оспаривает слишком скорый приговор, он умаляет себя, чему сам не верит, чтобы тем сильней, тем радостней прочувствовать все возрастающее восхищение Луиса, чтобы наконец позволить убедить себя и покорно подчиниться с блаженным доверием, которое уже только исторгает вздохи и туманит влагой глаза. Воротясь в Лондон, он застал жену больной. На письменном столе пачка неоплаченных счетов. Кроме того, несколько приглашений на последние спектакли сезона. Среди книг записка «Джордж Александр, директор театра Сент-Джеймс, просит мистера О. Уайльда посетить его в конторе театра или назначить место и время для важного разговора». Разговор состоялся на другой день у Кюна на Ориджен стрит. И в результате Уайльд взял сто фунтов как залог того, что за неделю напишет полностью или представит почти готовый текст четырехактной комедии. Деньги разошлись быстро, и еще быстрее улетучилось желание писать, тем паче, что был уже разгар театрального сезона. Александр, однако, не выпускал его из виду и через несколько недель решился спросить, когда же я увижу пьесу? Ну, дорогой мой, ты можешь каждый вечер смотреть любую пьесу, какая тебе нравится, уверен, что в каждом театре тебе предоставят лучшее место. Да ты ведь знаешь, о какой пьесе я говорю. Ну, откуда мне знать, если ты держишь это в секрете? Я говорю о пьесе, которую ты пишешь для меня. Ах, так! Ну, она еще не написана. Однако, ты, наверное, ее уже начал? Конечно, только не пером и чернилами. Это ужасно. Неужели тебе совсем не нужно зарабатывать деньги? Предпочитаю, чтобы другие зарабатывали их для меня. Да, извини, совсем забыл, я ведь должен тебе сто фунтов. О, из-за этого не тревожься, а я нисколько и не тревожусь. После этой беседы Уальд все же зашел в книжную лавку Аше на Кинг Уильям Стрит, набрал, сколько мог найти французских пьес, нашумевших за последние десятки лет, и заперся дома, чтобы исследовать секреты их покрою. В конце лета он снял дом на озере Уиндермир, и там-то появилась на свет столь желанная для Александра комедия. Глава четвертая Зал театра Сент-Джеймс, где все места были распроданы после первой афиши, заполнился в день премьеры «Веера леди Уиндермир», уже за полчаса до начала представления. У многих молодых людей красовалась в бутоньерке зеленая гвоздика. Это было непонятно и раздражало. Миссис Констанция Уальд в платье из бледно-голубой парчи, украшенном старинными кружевами, в ослепительном жемчужном колье, словно слишком тяжелом для ее хилой шеи, сидела молча, смущенная натиском старомодного великолепия леди Уальд, которая в ожидании триумфа сына была чрезвычайно воодушевлена и наполняла ложу ароматом нюхательной соли. Занавес поднялся и открыл «Моунин-рум», малую гостиную лорда Уиндермира, светлую и просторную, уставленную мебелью в стиле Чиппендейл, с шелковыми занавесями в восточном стиле, с дорогим ковром, покрывающим весь пол. Большие ренессансные часы сияли своим циферблатом, выглядывавшим как луна среди пышных пальм. Склоняясь над столом, леди Уиндермир, которую была в тот вечер прелестная Лили Хэнберн, расставляла розы в смирнинской вазе аметистового цвета и блеска. В зале повеяло особым запахом великосветской жизни, для всех, впрочем, дразнящим и заманчивым. Появился молодой лорд Дарлингтон, и на сцене будто еще прибавилось света и изящество от блеска его слов в любовном препирательстве. Потом он ушел, уступив место герцогине Бервик и послушной ей Агате, сотканным из подлинно английского юмора. Но не прошло и получаса, не погасли еще янтарные лучи заката за стеклянными дверями террас, как конец акта был омрачен тучей, внезапно нарушившей счастье. Антракт продолжался десять минут. Половину этого времени заняли аплодисменты. Второй половины не хватило, чтобы выкурить папирос. Многие запоздали и вошли в зал, когда коммердинер в богатые ливреи вводил гостей в комнату всю в розах и в золоте. Желтые огни восковых свеч мерцали в канделябрах и хрустальных люстрах. Из дверей, открытых в танцевальный зал, доносились медленные звуки вальс. Глаза всех были прикованы к вееру, дрожавшему в руках встревоженной леди Уиндермир. Появлению миссис Эрлин сопутствовала полнейшая тишина. Стук упавшего на пол веера был слышен в самых дальних рядах галерки. Несколько следующих сцен отвлекли публику, галерки. она снова была обеспокоена внезапным бегством леди Уиндермир и второй антракт все провели в зале. В начале третьего акта из сумочек были извлечены батистовые платочки, непременно появляющиеся в критических местах мелодрам, но тут же исчезли, когда сценой завладели друзья Дарлингтона. Мало кто уже помнил о спрятавшихся за гординой женщинах и о лежащем на диване веере. Россопи остроумия превосходили богатством даже сокровища этой чудесной библиотеки, где среди расстеленных на полу дорогих мехов цвели пальмы, а на нарядных переплетах книг как бы продолжались причудливые узоры ковров. В фойе тесным кружком стояли критики и молча курили сигары. Им незачем было обмениваться мнениями, ибо каждый еще до начала спектакля имел готовые суждения. Вдруг до них донесся чей-то довольно громкий голос. Это, пожалуй, самая лучшая, самая блистательная английская комедия. Джозеф Найт, критик из труд, стоявший в середине безмолвного кружка, подскочил от возмущения. — Вы только послушайте, — воскликнул он, — веер леди Уиндер мир лучше, блистательнее комедии Шекспира. Тут же за его спиной какой-то молодой человек спокойно произнес. «Да, остроумнее, и юмора здесь больше, чем в «как вам это понравится» или «в много шума из ничего». И интеллектуальный уровень выше. Стоявшие раздвинулись, уставились на дерзкого юношу. Затем круг снова сомкнулся, критики понимающие переглянулись и разошлись. На сцене опять была декорация первого акта. Мягкий послеполуденный свет освещал комнату. Примирительные ласковые слова разогнали все кошмары прошлого вечера. В жизни леди Уиндермир снова воцарились покой и доверие. Миссис Эрлин удалилась под руку с лордом Огастусом. В заключение было даже произнесено нечто вроде благословения новобрачным. Неистово аплодируя, публика вызвала автора. Он был во фраке с папиросой в руке. Все встали. Ни в улыбке, ни в голосе у Альда не чувствовалось ни малейшего смущения. Но хотя он говорил громко, никто толком не запомнил того, что сам он впоследствии назвал «моя очаровательная бессмертная речь». А состояло она из двух-трех фраз примерно такого содержания. «Леди и джентльмены, я рад, что моя пьеса вам нравится. Мне кажется, вы оценили ее достоинство почти столь же верно, как я сам. А теперь разрешите мне докурить папирос». Опять грянули аплодисменты. Только газетчикам виделись не хлопающие руки, а стиснутые кулаки. «Еще немного», писала на завтра труд, и у Альда могли избить. Никто не ожидал, что он с невозмутимым спокойствием совершит такой заранее обдуманный и бессмысленно оскорбительный поступок. Публика была ошеломлена. Когда же поняли суть происходящего, когда заметили, что так называемый автор благодарит за овации куря папиросу, я увидел множество поднятых вверх кулаков. Люди хотели наброситься на него. Рецензенты высмеяли пьесу. Панч дал на первой странице рисунок. Уальд, опершись на пьедестал, локтем сталкивает статую Шекспира. Все отзывы прессы были злобными, издевательскими, невыносимыми, но Уальд чувствовал бы себя куда более задетым, если бы о нем молчали. Впрочем, он, как казалось, заключил неразрывный союз с публикой поверх лагеря газетчиков. После спектакля, Уальд дал ужин в кафе Роял. Когда он возвращался домой, зимний рассвет искрился, как шампанское, кипящее в резном хрустале. Десятка-полтора фиакров везли следом его друзей. Чинную тишину лондонских улиц взрывал напор шумного веселья. Экипажи словно качались, как лодки, на волнах несмолкающего хохота. Возницы, лошади, сбруя все было украшено цветами, не вянувшими под инием. Сняв шляпу, Уальд с развивающимися волосами и сияющим лицом, на котором олели пухлые губы и горели счастьем глаза, ехал впереди, подобный молодому богу, возглавляющему вакхическую процессию. Спать он лег на пурпурных простынях. То был великий день, начало новой жизни. Уальд предугадал блеск этой зари в глазах Александра, когда тот, прочитав комедию, предложил за нее тысячу фунтов. Я так доверяю твоему суждению, возразил Уальд, что могу только отказаться от столь щедрого дара. И он заключил договор на тантьемы с представлений. Огромный успех Вейра сделал его богатым, дал досуг, свободу и деньги, три вещи, без которых фантазия, как ее понимает Дэнди, сводится лишь к пустым мечтам и бессилию. Наконец-то он мог удовлетворить все свои прихоти, особенно голод по роскоши, томивший его всегда, даже в те годы, когда случалось терпеть настоящий голод, теперь он имел то, чем прежде мог одаривать лишь героев своих книг. Дом на Тайд-стрит заполнился множеством красивых дорогих вещей. Появились мраморные камины, инкрустированные слоновой костью столики, старинные ткани, парча, на окнах шелковые гордины, серебряные сервизы, редкие книги. Проснувшись около полудня, Уайльд выпивал чашку шоколаду, старинный китайский фарфор, принимал ванну в ванной комнате с фризом из оникса, набрасывал халат, истеганный шелком кашмирской шерсти, и предавался размышлениям о великом аристократическом искусстве совершенной праздности. В эти часы к нему наведывался брат Вилли. Вилли очень напоминал отца, неряшливый, всегда будто плохо умытый, он распространял запах дешевых сигар и простецкого алкоголя, а лицо у него было мясистое, с размытыми чертами, как у людей переутомленных или невыспавшихся. Уже с порога он кричал, «Оскар, мне нужны мысли». Они были ему нужны всегда. Он писал в несколько газет, шлялся по редакциям и горным домам, ночным кабакам». Оскар вместе со своим креслом отодвигался к стене, у которой стояли две большие вазы, одна бронзовая, другая алебастровая, с цветами, источавшими сладкий тяжелый аромат. И, куря одну за другой восточные папиросы, вкус которых всегда превосходил их цену, бросал брату, словно с облаков, политические статьи, готовые рассказы, занятные светские историки, анекдоты, которые можно было куда-то вставить или обработать отдельно. Не раз Вилли запасался так на несколько недель. Оскар перестал быть писателем. Теперь он, собственно, творил лишь устным словом, а его комедии были собранием и свободной композицией из блестящего обилия фраз, которые он разбрасывал каждый вечер. Их было куда больше, чем требовалось ему самому, и многие второразрядные писатели были обязаны лучшими своими страницами тому, что им удалось услышать у Уайльда. Слово его в то время обрело необыкновенную красочность. Радость, глубокая, пылкая, дышащая счастьем радость, возносит ум до высшего совершенства, она наделяет его полной свободой и, очищая от всех страстей, придает почти беспредельную гибкость. Он играл этой мыслью все более и более дерзко. Он подбрасывал ее вверх и преображал, позволял ей бежать и снова догонял, украшал ее радужными блестками фантазии и окрылял парадокс. Хвала безумию возвышалась в его устах до философии, а сама философия стала юной и, увлеченная неистовой музыкой наслаждения и, словно бы надев залитые вином платья и венок из плюща, помчалась в пляске, подобно вакханке по холмам жизни, смеясь над трезвостью ленивого Селена. Факты разбегались перед нею, как спугнутые лесные звери. Белые ее ступни топтали гроздья в огромной давильне, у которой сидит мудрец Омар, пока бушующий сок багряной волной не поднимается до ее ногих бедер или не поплывет красной пеной по черным покатам скользким стенкам чана. Он был ослепителен, причудлив, безответственен, он завораживал слушателей, и они шли, за его свирелью смеясь. С тех пор, как Оскар это написал, прошло почти два года. Многое из того, что в Доре Анигрее было мечтой, стало действительностью. Сходство с Генри Оттоном весьма усилилось. Оскару наследовал его титул «Принц-парадокс», который теперь никто не мог оспорить. Эта блестящая форма была ему особенно мила. Она оказалась ему в сфере мысли будоражащим фактором разложения, подобно преступлению в сфере жизни. Нередко парадокс создавался просто перевертыванием избитых выражений, поговорок, банальностей, но столь же часто был он внезапной молнией, озарявшей какую-то необычную новую истину. Уальд был мастером диалектики. В самых нескожих вещах он обнаруживал неожиданные подобия и умел находить несокрушимые доказательства для явных нелепостей. У тех, кого он побеждал в споре, часа через два появлялись самые блестящие аргументы, но при следующей встрече исчезали снова. В раскаленном тигеле быстрого его ума парадокс рождался почти стихийно, а предварявшие его наблюдения и мысли оставались невыраженными. В книгах многие эти блестящие мысли потускнели, будто драгоценные камни, превратившиеся в отшлифованные, но обычные камешки. Остроты, меняющиеся в своем тоне, в своей краске почти с каждым поколением, шуршат под нашими пальцами, как засушенные цветы. Впрочем, между тем, как он говорил и тем, что писал, разница была столь велика, что некоторые из его друзей просто не могли его читать. Он не имел себе равных в беседах того рода, где возникновения вселенной и вчерашние события сливаются в единой улыбке. Поразительная память, наполненная роскошью, развратом, разумом, безумием многих веков, хранила знания, приобретаемые умами особенно жадными, знания обширные, беспорядочные, неосновательные, красочные, расшитые узорами фантазии и грез. Он говорил обо всем. О золотом песке афинских гимнасиев и о темных дворах тюрем, о крематориях, гашиши, заклинателях змей, об искусстве, о старинной утвари, драгоценных камнях, о вине, табаке, яствах. Единой дерзкой мыслью схватывал он грязь городского дна и величественные исторические фигуры, мелкие происшествия и великие события, воскрешал любимые свои святозарные образы Греции, расписывал мрачные картины пыток, будто с холстов по маранчо или с гравюр Яна Луйкина. Целую преисподню мук, какие только мог найти в старых хрониках или в пережитках человеческой злобы, приоткрывал своды романских базилик, оживлял каменные сады готики, холсты, бронзу, мрамор музеев, и вдруг остановившись, возвращался в Рим на полотин, и чудилось, он когда-то там был, был Нероном, Оттоном, Домицианом, Антиноем, верховным жрецом Эмессы, который в тиаре, в расшитых самоцветами одеждах, шествует по дорожкам, усыпанным серебряную и золотою пылью, дабы в окружении Евнухов сесть за ткацкий стан, где под его бескровными пальцами пурпур превращается в кровавый, блещущий золотом сон, приходящий в упадок империи. На этом пути всегда оказывалось много свежих мыслей. Точно историю следовало бы написать заново. И много старых идей, которые надо было развить иначе, в соответствии со своим веком. Каждое явление неожиданно обретало иной вид. От слов свободных или живописующих он вдруг переходил к речам глубоким, новаторским, умел быть точным, почти педантичным, и вдруг отбрасывал хронологии, документы, цитаты, чтобы высказать чью-то душу голосом чистого лиризма. Наконец он рассказывал чуть ли не шепотом сказки. Тут он подбирал слова необычные, звучные, произносил их медленно, как бы смакуя, делал паузы между абзацами, голос его временами звучал громко, почти напевно, а взгляд живых глах светлел и голубел. Все это, рождаясь под влиянием минуты, не производило, однако, впечатления случайной импровизации с провалами и мелями, а скорее имело черты произведения законченного и отделкой деталей напоминало миниатюрные вещицы из слоновой кости с золотом и драгоценными камнями. Стиль его сказок был слегка приглушенный, отдавал стариною, вещами, долго хранившимися в шкатулках и пропитавшимися ароматом древности. О нем говорили «Если когда-либо был человек, говоривший как боги, так это Оскар Уайльд». Смысл таких восторженных отзывов для нас утерян. Слава этого дивного мастера устного слова не может быть подтверждена ничем, кроме памяти тех, кто когда-то слышал Уайльда. В ушах нескольких ныне живущих стариков еще звучит мелодия его голоса, который сравнивали с золотым голосом Сары Бернар, и возможно, что Уайльд перенял кое-какие ее секреты. На английской почве он был единственным и несравненным волшебником живого слова. Там подобного искусства никогда не знали. Сказать по правде, его произведения недостаточно это отражают. Все же они дают почувствовать, как великолепно мог сверкать свободный и широкий ум, когда его окрыляло всеобщее преклонение и чувство счастья, наполнявшее все его существо, озаряло слушателей сиянием юга. Для каждого, кто провел с ним хотя бы час, его имя уже навсегда было окружено таинственным очарованием. При нем душе становилось легче. В этом нельзя сомневаться, раз наряду со многими другими, он пленил утонченные и недоверчивые умы шоу, жида, ранье, борреса, бурже, умы, которые легко распознали бы пустоту, будь уальд лишь созданием счастливого случая или приходящих увлечений. С той памятной премьеры Оскар так легко и свободно вошел в роль большого барина, словно им родился. Я никогда не хожу пешком и переписываюсь только по телеграфу. Он совершенно забыл о годах, проведенных на Солсбери стрит и Чарльз стрит, о закладывании часов и курении окурков. Он отшвырнул те времена как куколка свою оболочку. Впрочем, он никогда не оглядывался назад. Теперь же целиком отдался тому, что он называл лучшим произведением своей жизни. В книге я вложил только талант, жизни же отдал свой гений. В этих словах, кстати, есть и такой смысл. То, что могло бы показаться пустяком и обычно таковым является в жизни писателя, светские связи, одежда, наслаждение роскошью, имело у него такое же значение, как подлинное творчество, а порой даже большее. Можно предположить, что у некоторых натур проявляется таким образом жажда власти. это натуры в интеллектуальном смысле не имеющие определенного пола, духовные андрогины, воплощение изящества и причуд своей эпохи. Они господствуют над окружающими с помощью множества приятных, привлекательных пустячков, о которых все говорят, пожимая плечами, но которые в конце концов прививаются. А если, как в этом случае, к пустячкам присоединяются сознательное слово, ясная мысль, высокая умственная культура, тогда непременно возникает один из типов, которые история бережет в памяти о своем счастье, как хранит суровых героев в памяти о своих поражениях и бедах. Оскара Уальда можно увидеть и понять в любой одежде. В Гематии Алкивиада, в Тоге Петрония, в Далматике кого-либо из утонченных византийцев, в Бархате Бальтазара Кастильоны, в Камзоле графа Лестера, в Голубом Фраке герцога Делиня. И порой кажется, что костюм, который он носил в действительности и которому уделял столько внимания, был наименее подходящим и шел ему так же плохо, как Англия королевы Виктория. Осуществляя идеал Дэнди, Уальд в девяностых годах избрал иной путь, чем тогда, когда надевал короткие панталоны и бархатный берет. О той ребячливой эксцентричности уже не было речи. То годилось для начала, чтобы привлечь внимание к молодому человеку, который еще ничего не назначил. Теперь надлежало заняться игрою оттенков, творить необычное в границах условности, как создается своя собственная поэзия в тесных правилах сонета. Итак, он отказался от нейроновой прически, отпустив волосы, разделявшиеся пробором посредине, так, что они ложились на виски, прикрывая уши двумя густыми волнами. Одевался в согласии с господствующей модой, которую теперь сам отчасти изменял и формировал. Часы, проведенные у портного или в галантерейных магазинах, были отмечены торжественной скрупулезностью. Тут решались важные вопросы о черных сюртуках с шелковыми лацканами, о тех великолепных рединготах, которым удивлялся Париж, о светлых панталонах в темную полоску, о повязанных с искусной небрежностью галстуках из зеленого шелка, о шведских перчатках стального цвета, о лакированных штиблетах, о шелковом цилиндре, равно обязательном и зимою, и летом. Перед выходом из дому он долго перебирал драгоценности, прежде чем находил подходящую заколку для галстука, запонки, цепочку для часов, карандашик в серебряной или золотой оправе и решал в зависимости от времени года, дня, погоды, настроения, какие надеть кольца. Выбирая трость из своей огромной коллекции, он нередко на час опаздывал, наконец, садился в экипаж и ехал к садовнику. Орхидея, редкой красоты, букетик пармских фиалок или знаменитая зеленая гвоздика засовывались в объемистую бутоньерку, по его собственному рисунку вшитую в отворот сюртука. Уплатив гинею, он подбирал еще на крону цветок для кучера. Всем житейским мелочам Уальд придавал вес и некую возвышенность. Завтракая или обедая в ресторане, он в окружении метродотеля, официантов, повара выбирал блюда и напитки и устанавливал их порядок, как бы священно действуя. Он придавался подробному обсуждению вкуса черепахового супа, обдумывал, в каком вине следует готовить форель, Тетеревов велел обертывать листьями сицилийского винограда, блюда с перепелами, дроздами, куропатками, устилались листьями смокф или ананасов. Уиллису посылался заказ за день вперед, чтобы на поздний ужин после театра был прямо из Страсбурга доставлен свежий паштет. Он собрал много книг по гастрономии, альманах лакомок или календарь питания в восьми томах, изданный в девятом году революционной эры знаменитом Грено де Лариньер. Был его настольной книгой несколько месяцев, пока Уальт не извлек оттуда всех тонкостей кухни и всех анекдотов. Из старых хроник, из описаний королевских перов, из мемуаров он заимствовал необычные сочетания блюд и забытый рецепт. Повара в Альбермарл-клубе научились у него готовить описанный у плиния гарум, рыбную подливу из самых нежных внутренностей макрели. И Оскар Уальт убедил поваров перед тем, как резать цыплят, неделю кормить их миндалем и поить гранатовым соком. Как это делали при дворе Гарун Аля Рашида. Он создал особую кулинарную географию. Трюфели должны были доставляться из Перегора, устрицы из Роше до Канкаля, лангусты из Остенде, груши из Оричи, воспетые Овидием яблоки тирольские, виноград испанский. Он отказался от Бордо Шато де Миль Секус, который когда-то пил с Уистлером в кафе Ройл, и в зависимости от блюда требовал Шато Фило, Иоганисберг, Пишон Лонгвиль, Шпарлинг, Мозель. Из шампанских вин были отброшены Редерер, Гайцик, Мум, остались только Перьежуэ и Дагоне. 1880 года цвета янтаря и с запахом амбры, подававшаяся в больших хрустальных бокалах формы колокола. В Константинополе и в Каи всегда находился какой-нибудь молодой атташе, который с каждым курьером присылал Оскару лучшие папиросы. Для разных сортов были разные портсигары — золотой, серебряный, кожаный. Он всегда носил при себе несколько и вынимал по очереди из кармана. Не докурив папиросу и до половины бросал ее, чтобы через несколько минут взять новую. Папироса, говорил он, это высший вид высшего наслаждения. У нее тонкий вкус и она не утоляет. Можно ли желать большего? Слово Уальда приносило успех его открытиям. Слово, полное торжественности, как если бы речь шла о делах государственных. И благодаря Уальду в те годы изменилась английская кухня, как, впрочем, и многое другое. Он был советчиком и арбитром во всем, что касалось туалета, мебели, драгоценностей, духов. Герцогини с удивлением смотрели на великолепного гиганта, который оценивал духи, прищурив глаза, будто всматриваясь в исчезающие на горизонте дали. Где бы он ни появлялся, ничто не оставалось на прежнем месте. В садах менялись цветы, на стенах краски обоев, в старых замках старинные ковры, картины, портреты предков начинали бродить, как в час ночных страхов. «Искусство это беспорядок», говорил старик Франсуа, слуга лорда Хоика. Своё беспокойство, жажду перемен и необычности Оскар нёс в самые закоснелые крепости консерватизма, в дома английской аристократии. И все прекрасно понимали, что дело тут не в вышивке на скатертях, не в узле галстука или способе держать трость, а в определенном стиле жизни, в том редком, но пленяющем сочетании изысканного джентльмена с умом, находящимся на вершине современной культуры. Кто по его совету менял расстановку мебели в своем доме или направление дорожек в старом парке, тот одновременно сам подвергался более глубоким изменениям под действием высказанных при этом нескольких фраз. Уайльд распространял то, что задолго до создания Дориана Грея он называл одухотворением чувств. Со времен Оксфорда и лондонских кафе он верил в свою миссию. Без устали формируя и совершенствуя самого себя с помощью красоты, он был убежден, что своими сочинениями, своим словом, и личным влиянием сделал очень много, чтобы привить ее на суровой английской почве. А понятие красоты для него почти не имело границ. У красоты столько же форм, сколько у человека настроений. Каждое наше чувство создано для наслаждения. Дух может с одинаковой свободой воспарять при виде коллекции бронзы, красиво сервированного стола, клумбы орхидей. Нет разрыва между ощущением пальцев, прикасающихся к изгибам античного торса, и мыслью, прикрепляющей к его выкрашившимся плечам ангельские крылья. Нет вещей, дурных или порочных, есть красота и безобразие, изысканность и пошлость. Сражение с пошлостью он вел на всех полях, преследовал ее в ходячих фразах, в мещанских пороках, в лицемерии нравов, в жизни без впечатлений. То был великолепно развитый эпикуриизм молодого Мария из романа Олтера Паттера, утонченная алхимия, добывающая из будничной жизни столько поэзии и изящества, что их хватает прикрыть все остальное, жалкие лохмотья дней наших, которые за этим орелом исчезают и просто перестают существовать. И то, что считали эксцентричностью у Альда, было всегда стремлением к некоему идеалу, к неведомым мирам, к дальним блаженным краям. Он был человеком, которому в Англии больше всего удивлялись и которого больше всего ненавидели. Он обожествлял самого себя. Период своей жизни он считал великим временем в истории человечества. В тюрьме, лишенной всего, что имел, в нелепой грубой одежде, находясь в вонючей камере, как бы в подземелье жизни, он писал о своем величии с непостижимым восхищением. Я сделал искусство философией и философию искусством. Я изменил души людей и облик вещей. Все, что я делал или говорил, изумляло. Я взял драму, самую объективную форму, какая известна искусству, и сделал из нее средство выражения столь же глубоко личное, как лирическое стихотворение или сонет, и одновременно расширил ее рамки и обогатил ее новыми характерами. Драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, утонченный или причудливый диалог, все, к чему я прикасался, я наделил новую красотой. Самой истине я отдал во владение не только истинное, но и ложное, как две половины ее царства, и доказал, что ложное и истинное всего лишь формы бытия нашего разума. Искусство я рассматривал как высшую действительность, а жизнь как один из видов вымысла. Я пробудил воображение своего века, и оно окружило меня мифом и легендой. У каждого поколения свой облик, свой взгляд, своя улыбка, свое особое очарование. Поколение Уальда, внешне, казалось бы, нам близкое, еще связанное с нами столь многими живыми нитями, так сильно для нас поблекло, что мы часто не знаем, в каких оттенках проявлялось превосходство Уальда, какая необычность его черт рассеивала строгие морщины его эпохи. Ныне, когда от него осталась всего лишь стопка осиротелых книг, ничто не возродит нам красок, тонов, бликов, которыми он придавал себе блеск. И, вспоминая его триумфы, нас уже не волнующие, мы лучше воздержимся от обычного пренебрежения к старомодным элегантностям. Но между 1892 и 1895 годами мало было людей, которые, если только не питали ненависти или острой вражды, отважились бы посягнуть на неоспоримое владычество Уальда. И, конечно, было бы удивительно, если бы те, кто наиболее яростно на него нападал, сумели не поддаться его влиянию. Бесчисленные фотографии и карикатуры на Оскара Уальда несколько десятков лет обитали во дворцах мещанских домах, даже в мансардах. Во многих романах этого периода, если и не выступал под вымышленным именем он сам, в чертах героев было хоть отдаленное сходство с ним. Частыми ссылками на Петроне он очертил в воображении своего века несколько смутные контуры арбитра изящного, начинавшего оживать под пером Сенкевича, когда Оскар был на вершине своей славы, и обретшего вновь многие свои выражения, но главное тон речей, патрицианскую скуку и лень в диалогах замыслы и в Дориане Греи. А в Лондоне появилась книга, название Коей «Зеленая гвоздика» ясно говорила, кто выведен в образе Эсме Амаринта. Описывалось там общество молодых бездельников с чрезмерно чувствительными нервами и эстетической восторженностью, связанных между собою легко угадываемыми отношениями, говорящих парадоксами и возвещающих Евангелие бессмыслицы. Автором был некий Роберт Хитчинс, который случайно повстречался с Уайльдом в Египте и не отставал во время всей его поездки по Нилу, да и потом в Лондоне некоторое время увивался вокруг него. Хитчинс был музыкальным рецензентом Уорлд. Книга представляла собой неприкрытый пасквиль и в любом другом случае привлекла бы внимание полиции. Но Оскар стоял слишком высоко. Титул принца парадокса, который он сам себе создал и навсегда связал со своим именем, как бы оправдывал исключительность его положения, делая его равным с перами Англии. Он чувствовал себя принадлежащим к высшей аристократии. Он был для нее образцом и законодателем ее прихти. Да, он всегда принадлежал к ней по своим склонностям, вкусам, предрассудкам. Было в этом немного снобизма, но куда больше романтического воображения, которые возбуждали древние фамилии, звучащие как эхо баллад и шекспировых стихов. У него были друзья из самых знаменитых родов. Ни в одном дворце не сочли бы вечер, проведенный с Оскаром Уальдом унижением для старинных гербов. Принц Уэльский, будущий Эдуард VII, чувствуя угрозу своему давнему званию короля моды, скрывал досаду под маской любезности. Его не раз видели в опере «Под руку» с Уальдом. Впрочем, Уальда не называли королем моды. Его называли «King of life» — королем жизни. Он был король Божьей милостью. Непереводимая игра слов. «Ла Град» — милость и «Ла Град» — благодать. Глава пятая. Если меня станут донимать вопросом, почему я его любил, чувствую, что это можно объяснить только так. Потому что то был он. Потому что то был я. Монтэнь. Осенью 1891 года поэт Лайонелл Джонсон посетил Оскара Уальда в обществе стройного изящного юноши с глазами цвета фиалки и золотистыми волосами. Красавица Феб звался лорд Альфред Брюс Дуглас и был третьим сыном маркиза Куинсбери. Ему минул 21 год. Миссис Уальд подала гостям чай и исчезла прежде чем гости успели обратить на нее внимание. Джонсон завладев бутылкой коньяка молча сидел в своем углу. Уальд говорил весь вечер необычно оживленно. Дуглас слушал с упоением. Сам он едва ли сказал несколько фраз. Признался что пишет стихи. После его ухода в памяти Уальда осталось ангельское выражение непорочного лица, словно сделанного из слоновой кости и лепестков розы. У Аскара, который в тот день дописал последний акт Вейра Леди Уиндермир, создалось чувство, что это чудесное явление посетило его дом не без влияния звезд. На тридцать шестом году жизни он вдруг подался власти непонятного. Поверил, что каким-то чудом к нему явилось живое зримое воплощение идеала. Так недавно чувствовал он над собою парение творческого духа, из которого возник Дориан Грей, что неожиданное это приключение могло показаться новым чудом Пигмалиона. Создание фантазии предстало в телесном облике, ничего не утратив из своего очарования. В доме на Тайд-стрит всегда многого недоставало для счастья. Довольно скоро после свадьбы прекратилось между Оскаром и Констанцией то, что для него было нервом жизни — беседа. Они попросту находились на разных ступенях интеллектуальной лестницы. Уже через год, и то, если щедро заокруглить срок, обозначилась пропасть, стоя на противоположных сторонах коей, два существа только перекликаются в силу повседневных надобностей. В обществе жены Оскар редко давал волю своим мыслям и говорил в основном то, что могло соответствовать ее чувствам и понятиям во избежание скучной необходимости переубеждать. Он никогда не мог упрекнуть ее ни в чем, что входило в скромный идеал примерного почтенного супружества, но и не испытывал тоски по ее словам, взглядам, по ее присутствию. Тот, кто попытался бы пробудить в нем нежность, потратил бы время зря. Это был бы, по его словам, разговор перса, живущего в зное и любящего солнце, с эскимосом, прославляющим китовый жир и шестимесячные ночи в духоте снежного дома. Он никогда не умел быть добрым, той заурядной добротой, которая складывается из столики обычной трусости, из неразвитого воображения и не слишком высокого мнения об ответственности перед собой. Констанция, уставшая от семейных забот и неожиданно воцарившаяся в доме роскоши, едва заметила, что Оскар совершенно от нее отдалился. Немного спустя, после первой встречи, Дуглас прислал сонет. Если бы с этого листка бумаги на Оскара не смотрело лицо юного лорда, он не стал бы читать дальше первой страфы. Подпись тоже не внушала доверия. Точка после фамилии возможно указывала на недостаток воображения. Но Уальд находился в Кромере, и к этим студенческим виршам сразу примешался шум моря. Он ответил письмом, как бы отрывком из сонетов Шекспира. «My own boy, мой милый мальчик, сонет твой захватывает, просто удивительно, насколько твои розовые губы равно созданы для песен и для поцелуев. Твоя легкая золотая душа витает между страстью и поэзией. Никакой гиацинт, во времена древних греков, не стремился к любви столь самозабвенно. Почему ты сидишь в Лондоне один, и когда поедешь в Солсбери, поезжай туда и охлади свои руки в серых сумерках готических зданий. Потом возвращайся сюда, здесь примило, только не хватает тебя, но прежде съезди в Солсбери. С неумирающей любовью всегда твой Оскар. На письменном столе стояла фотография Дугласа в студенческой форме, в берете с квадратным донышком. Под жестким воротничком был повязан смешной галстучик в светлый горошек, а сюртук из грубого сукна морщился у верхней пуговицы забавно, неуклюже, очаровательно. Столь же забавной и очаровательной казалось складка век. Левый глаз полуоткрыт, а правый широко раскрыт. В лице было столько наивной суровости, сколько можно собрать в двадцать лет, за которые еще ничего не произошло. Наполнить светом эти чистые, еще ничего не ведающие глаза, блистательным словом заставить эти прямые робкие губы разомкнуться, придать легкость этим опущенным праздным рукам. Счастье представало в таком виде. Оба усаживались у камина, рядом коробка с папиросами, на столике рейнское вино и зельтерская вода. В такие минуты Оскар слышал, как его собственная мысль переливается в это чужое и близкое существо, и каждое слово Дугласа действительно отвечало ему будто эхо уже докатившимся и нашедшим новые свои берега волнам. С невозмутимой серьезностью, с религиозным пафосом, как некий магистр Витая, учитель жизни, Оскар предсказывал, что должна наступить эпоха нового гедонизма, который преобразует жизнь и рассеет противное строгое пуританство. Несомненно, это будет культ разума, однако ни одна теория, ни одна система, отрекающаяся от каких бы то ни было страстей, не будет принята. Весь мир не стоит одного единственного удовольствия, которого он нас лишает. Жизнь должна стать самим опытом, а не плодом опыта, неважно сладким или горьким. Если бы хоть один человек прожил свою жизнь со всей полнотой, если бы он нашел форму для каждого чувства, выразил каждую мысль, осуществил каждую мечту, мир охватил бы такой свежий порыв радости, что люди забыли бы о всех недугах средневековья и вернулись бы к эллинскому идеалу, а быть может и к чему-то более тонкому и богатому, нежели эллинский идеал. Но даже отважнейший боится самого себя, а между тем подавленное желание растет и отравляет душу. Единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему без колебаний. Борьба с искушениями — это попросту препятствие на пути прогресса. Совесть — признак отсталости. Надо заменить ее инстинктом, облагороженным культурою. То, что называют грехом, важный элемент прогресса. Без него мир коснел бы в застое, одрехлел бы и поблек. Грех расширяет опыт рода человеческого, углубляет индивидуализацию, спасает от однообразия типов. Отбрасывая изношенные понятия морали, мы ускоряем рождение новой этики. Впрочем, эстетика выше этики, как красота выше добра. Даже способность тонко различать цвета важнее для развития индивидуума, чем сознание добра и зла. Воспитанные красотою, очищенные ее светом, мы достигнем совершенства, какого не достигали святые, ибо мы без аскезы, без отказа от чего бы то ни было, сможем делать все, чего пожелаем, не нанося ран душе. Душа же станет настолько богоподобной, что сумеет вместить к вящей своей славе даже те мысли, поступки или чувства, которые у людей пошлых были бы пошлыми и достойными презрения. Мы будем как греческие боги, в наслаждении непорочны, во всяческой любви не запятнаны. Самые тяжкие грехи совершаются в мозгу. То, что у Уальда при его высокой умственной культуре чаще всего было лишь мечтами богатого воображения, сочетаясь с множеством образов идеальной красоты и превращаясь в чистое бесстрастное созерцание, то в маленьком мозгу Дугласа, негусто засеянном школьной наукой и довольно небрежным воспитанием, укрепилось, как удобный катехизис потакания страстям и прихтям. В своем благодушном цинизме Оскар не замечал, что слова его бушуют и кипят в беспокойной душе юноши. Среди страстей, которые прежде внушали тревогу, среди приглушенных страхом мыслей, воспоминания о которых окрашивалось румянцем стыда. Оскара привлекал дикий нрав Дугласа, скрытый за почти девичьим обликом. Рядом с огромным Оскаром Бози казался невысоким, слабым, хрупким, и было невыразимо приятно чувствовать, насколько Бози другой. Оскара восхищали каждое его движение, улыбка, выражение лица. Виделось особое очарование в нежности красок, в изяществе черт. Все в Бози казалось Оскару совершенным. Каждый поступок друга он готов был одобрить, не желая и думать о том, что юный лорд мог бы поступить иначе. Любя Дугласа, Оскар обретал самого себя в облике юного красавца, в чьих жилах течет королевская кровь. Оскар потакал всем его капризом, посылал в деревню корзины винограда и папиросы, навещал в Оксфорде и опять звал к себе, ревновал к каждому, кто к нему приближался. Даже краткая разлука была невыносима. Я уже не надеюсь, писал Уальт однажды около полуночи, что ты нынче придешь. Ведь уже так поздно, может быть, утром получу от тебя весточку. Ты знаешь, какой радостью будет для меня вновь тебя увидеть. В конце концов, они обменялись перстнями, как помолвленные. Потому, как вскружилась голова, молодой лорд чувствовал, насколько высокой вершине он очутился. До сих пор в его жизни были лишь мелкие прихоти да ребяческие выходки, уместные в тесных рамках Оксфорда. Горести измерялись числом морщин на лбу вице-канцлера или выговорами Проктора. Самым волнующим событием могла быть победа колледжа Магдалины в лодочных гонках и венчавший ее студенческий пикник. Дома царили скука и блистательная бедность, которую не удавалось скрыть полутора тысячами фунтов ренты, доставшиеся леди Куинсбери после развода. Попав в широкий бурный поток жизни Оскара, Бози прилип к нему как тень. Юноша был пленен обаянием его ума, положением в мире искусства, славой и щедростью, короче, множеством черт, составлявших великолепный, неправдоподобный образ короля жизни. Они путешествовали вместе. То были великосветские поездки в Париж, Венецию, Флоренцию, Рим, Алжир, куда угодно, поездки ненадолго, как бы лишь для того, чтобы взглянуть на любимый пейзаж, уловить особый эффект освещения или полакомиться необычным блюдом, которые умеют готовить только в этом месте. Рука под руку ходили они по музеям, дворцам, церквам, но прежде, чем Оскар успевал найти слова для их красоты, Бози гнал ее прочь взрывом своих первобытных инстинктов. Больше, чем на две недели они нигде не задерживались, возвращались всякий раз внезапно, из-за неожиданных перемен в капризах Дугласа, который становился все более требовательным и нетерпеливым. Уайльт не мог себе позволить даже быть осторожным. Когда однажды он вошел в ресторан совой через боковой вход и сел в отдаленном углу зала, Бози целый день не давал ему покоя. Я не хочу, чтобы ты входил через эти двери, я требую, чтобы ты входил в совой через главный вход со мною, чтобы все нас видели, чтобы каждый мог сказать «Вот идет Оскар Уайльд и его миньон». Бози давно перестал быть архангелом Рафаилом, каким показался Уайльду при первой встрече. В нем бушевала дикая натура его рода, на протяжении веков дававшие миру извергов, преступников и самоубийц. Поверхностная культура не развела в нем поэтичности и не подняла на высокий уровень умственной жизни. Из двух миров реального, о котором не надо говорить, чтобы его увидеть, и воображаемого, существование которого дает лишь слово, из двух этих миров для решенного воображения Бози только первый обладал формой и значением. Бози был равнодушен ко всему, что не касалось еды, питья, развлечений, мюзик-холлов, парней, которых Уальд угощал обедами в отдельных кабинетах, рассказывая им о палестрах и греческих эфебах. Единственную тему их бесед составляло то, что в светозарном кругу Платонова пира или при взгляде на некоторые античные статуи могло иметь высокое очарование, могло породить новую версию прекрасной легенды, но стало чем-то гнусным при столкновении с людьми, которые крали письма Уальда и вымогали у него деньги. Знакомства Дугласа отнюдь не имели основы постижения высшей красоты через видимую форму. Весною 1892 года приехала Сара Бернарф. В театре Палас она должна была играть в Соломею. На третью репетицию явился чиновник из цензуры. Оказалось, что пьеса оскорбляет религию. Лорд-канцлер, которого Уальд встретил в клубе, сослался на закон, запрещающий представлять в театре сюжеты из священного писания. В таком случае, сказал Уальд, вам придется вычеркнуть половину истории английской драмы. Сановник пожал плечами. Уальд вспылил. Решительно в вашей Англии жить невозможно. Когда-нибудь я переплыву через канал, чтобы больше не возвращаться. Приму французское гражданство. Думаю, это было бы для вас лучше всего по многим соображениям, мистер Уальд. Англия является Калибаном девять месяцев в году и Тартюфом три остальные. Эти слова Уальд произнес, обращаясь к своим друзьям, но достаточно громко, чтобы его мог слышать лорд-канцлер. В одной из парижских газет он написал, что намерен принять французское гражданство. Я пришел к этому решению после долгих раздумий. Раз мне не дают поставить мою пьесу в Англии, я переезжаю в страну, которую давно уже люблю. Назавтра Панч поместил карикатуру. Оскар в виде французского рекрута из солдатского ранца торчит рукопись Соломея. В Лондоне Соломею знали только по слухам, доходившим из театра Палас, говорили, что там есть возмутительные сцены, что в Паже и Радиады изображен Оскар, а в молодом сирийце лорд Альфред, впрочем, и сам французский язык, считали безнравственным. В феврале следующего года Соломея вышла отдельной книжкой, изданной Парижским книгоиздательством независимого искусства. Корректуру по просьбе издателя смотрел Марсель Швобб и, отсылая ее с несколькими незначительными изменениями, написал на полях «Пусть никто не смеет исправлять непосредственный стиль Уайльда в духе стиля французской академии». Издание представляло собой изящное кварто, 84 страницы веленивой бумаги с неразрезанными листами, переплет фиолетового цвета, буквы серебряные, после титульного листа посвящения моему другу Пьеру Луису. Отпечатано было 600 экземпляров. Бози получил книжку в переплете зеленого сафьяна с золотыми нюнюфарами. Он тут же принялся переводить ее на английский язык. Часть своей рукописи он привез в Торке, где они со Скаром собирались провести несколько недель. Обнаружилось, что Бози вносит в текст собственные домыслы, произвольно и неудачно его меняет. Уайльд сделал замечание. Дуглас воспылал гневом. — Ты тщеславен, кричал он, тщеславен до глупости. Ты считаешь себя самым великим человеком в мире, а ты просто плохой поэт. Я поэт, а не ты. И он швырнул рукопись к ногам Оскара. Когда Бози садился в экипаж, Оскар крикнул из окна. — Клянусь всем, чем хочешь. Отныне между нами все кончено. — Кончено! Дуглас погрозил ему кулаком. А на другой день прислал телеграмму из Бристоля. Несколько часов спустя прибыло письмо. Бози просил прощения и спрашивал, можно ли вернуться. Оскару хотелось поехать встречать, но он остался. Все, что он намеревался высказать Бози, все горделивые и язвительные слова, улетучились при виде Альфреда. Вместе возвратились они в Лондон, а потом Оскар проводил его в Оксфорд. — Чувствую себя очень одиноким без тебя, — писал Оскар на следующий день. Вдобавок угнетают денежные затруднения. Как это не уютно жить в стране, где культ красоты и любви считают преступлением. Ненавижу Англию. Могу ее переносить только потому, что в ней живешь ты, мой дорогой мальчик. Веер леди Уиндермир уже приносил лишь скромные тантьемы из провинциальных и заграничных театров. Надо было спешно заканчивать вторую комедию. Женщина, не стоящая внимания, была представлена 19 апреля 1893 года в театре «Хаймаркет» — одном из лучших, и имела еще больший успех, чем первая. Ее давали беспрерывно до конца сезона, а с началом следующего сезона она опять вошла в репертуар. В день премьеры Бози получил запонки, изготовленные по рисунку Оскара, четыре селенита в виде сердечек, перемычки серебряные, украшенные бриллиантами и рубинами. Бози продал их в Оксфорде, чтобы уплатить студенческий долг. На лето Оскар снял дачу в Горинге на берегу Темзы. Бози сам выбрал дом и привез туда своего слугу. Через неделю покой и тишина ему наскучили. Он пригласил нескольких приятелей из Оксфорда, которые три дня наполняли дом невероятным шумом. Назавтра после их отъезда на Альфреда по какому-то пустячному поводу нашел приступ его необузданной ярости, посыпались брани проклятия. Это было отвратительно. Игра в крокет прервалась. Оскар молча отвернулся. Ему вдруг захотелось, чтобы Дуглас умер, и он боялся, как бы тот не прочитал эту мысль на его лице. Только почувствовав, что вид прелестного луга умиротворил его искаженные гневом черты, Оскар мягко сказал Бози, мы только портим себе жизнь. Ты меня губишь, и я не могу дать тебе счастье. Расстаться навсегда вот единственно разумное, что мы можем сделать. Дуглас уехал. Через три дня он прислал из Лондона телеграмму, в которой отказывался от своих слов, умолял простить. Потом вернулся. Лето было такое жаркое, что даже кататься на лодке по реке не хотелось. Бози раздевался до гола. Оскар обливал его водой из шланга для поливки цветов. Однажды они не заметили, что в сад кто-то вошел. Я пастор этого прихода. Уайльд сидел в плетеном кресле, укутавшись в мягкий купальный халат. При звуке сухого скрипучего голоса он обернулся и увидел черную худощавую фигуру. Лысый череп слегка качнулся в поклоне, костлявые желтые руки прижимали к груди черную шляпу. Рад приветствовать вас, Уайльд как мог плотнее и благопристойнее запахнул халат. Вы явились в самую удачную минуту, чтобы полюбоваться сцены из греческой древности. В нескольких шагах лежал на траве Бози, совершенно голый. Пастор, смутясь, минут постоял с раскрытым ртом, затем убежал. Еще в прихожей дома он слышал громкий смех Уайльда. Двенадцать недель, почти без перерыва, Оскар находился в обществе Дугласа. Он был утомлен, нуждался в покое и отдыхе. В Динарде, куда он поехал к концу лет, он искал более светлых дней подальше от этих тревожащих, голубых глаз. Через две недели он вернулся в Лондон и снял на Сент-Джеймс-Плейс небольшую квартирку, где мог бы работать. Дугласу убежище было неизвестно, а тем временем там созревала комедия «Идеальный муж». Но и там нашлось вдоволь щелей, через которые вползала праздность. Ведь Оскар уже давно из всех трудов творчества оставил себе лишь самое приятное занятие мечты. Он так долго довольствовался этим бесплодным флиртом, что стал бояться долгих мук, с какими рождается произведение. Ему стала чуждой борьба, одновременно страшная и заманчивая, со словом и мыслью. Он не испытывал безграничного отчаяния и горя от разлуки с листом бумаги. Не видел нависшего над головою готового обрушиться черного свода. Он уже мог только подчиняться равномерному колыханию подсказанных разговором фраз и принимал легкость за мастерство. Вскоре Уальд затасковал по Дугласу, по его смеху, голосу, даже по его крикам. Думал только о том, что скажет, когда тот появится опять, как будут звучать слова Бози, какой блеск будет в глазах, в каком Бози будет настроение. «My dearest boy», написал он наконец, «Это действительно нелепо. Я не могу жить без тебя. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю о тебе целыми днями. Мне не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта. Твоя дивная жизнь всегда рядом с моей жизнью. Какое счастье, что в мире есть кто-то, кого можно любить». Назавтра Дуглас оказался в квартире на Сент-Джеймс-Плейс. Он был лучезарно светил в костюме из желтой фланели, и лишь три цветные пятна выделялись на фоне этой палевой гармонии. Голубые глаза, розовый галстук и сиреневый уголок платка в кармашке. О работе уже не было речи. Оскар, правда, как и прежде, садился в половине двенадцатого за стол, но почти в ту же минуту доносился стук колес экипажа. Появлялся Дуглас, курил папиросы, болтал до половины второго, затем ленч. Они ехали вместе в кафе Ройл или в Беркли. Черный кофе и ликеры затягивались обычно до половины четвертого. Дуглас на час заходил в Уайт-клуб. К пяти он уже возвращался. Пили чай, надевали фраки и ехали в Совой обедать. Когда на следующий день Оскар вспоминал, чем занимался накануне, его охватывало чувство тщиты и невыносимой пустоты. Хотелось вернуть время, прожить час за часом по-иному. Было грустно до слез. Так продолжалось три месяца с перерывом в четыре дня, которые Альфред провел за границей. Оскар ездил в Кале встретить его. За отсутствие других поводов то и дело вызывал яростные стычки перевод Соломею. Трудно поверить, сколько злобы может уместиться на крохотном пространстве между подлежащим и сказуемым в таких простых и кратких предложениях. Казалось, в этой борьбе французского слова с английским ожила извечная ненависть двух раз, отделенных узкой полосой моря. Все, что в синтаксисе, морфологии и лексике обоих языков доставляет мысли писателя наслаждение, становилось для двух друзей причиной стычек и ссор. Наконец, рукопись все же была готова, и Уальд дал согласие на ее печатание. Когда-то Рос познакомил его с Берцли. Бози с первой же минуты возненавидел этого семнадцатилетнего юношу с волосами тициановских женщин, с голубыми глазами и с преждевременной зрелостью, которая произвела впечатление на Оскара. Человек-орхидея был выбран иллюстрировать Соломею. Текст был ему совершенно безразличен. Литературой он не интересовался, как и всем прочим, не имеющим отношения к живописи. Уальд он считал чем-то вроде искусного канатоходца. Но это не мешало их совместной работе, которая, в общем-то, сводилась к обедам в Савое. Уальд всякий раз заказывал абсент. Абсент подобен твоим рисунком, обри. Он действует на нервы, и он жесток. Бодлер назвал свои стихи «цветы зла», а я бы назвал твои рисунки «цветы греха». Когда я гляжу на них, мне хочется пить абсент, и кажется, будто я живу в императорском Риме, в Риме последних императоров. И подумай, Оскар, как проста была тогда жизнь, — тихим усталым голосом говорил Берцли. Нерон зажигал христиан, будто большие свечи, и это единственный свет, который когда-либо исходил от христианства. Когда Бози слушал это, ему хотелось опрокинуть стол и поколотить Берцли. Ему не было дела до христиан, но невыносимо было видеть, как взгляд Оскара прикован к этим прелестным розовым устам, так легко произносящим слова, которые ему, Альфреду Дугласу, не пришли бы на ум даже при величайшем усилии. Но бешенство его было напрасным. Берцли обладал слишком агрессивным нравом, был слишком непримирим как художник, чтобы его отношения с Уальдом могли выйти за пределы взаимного презрения. Стоило Альфреду сказать несколько слов, и Оскар проникся неприязнью к Берцли. Соломея с его иллюстрациями так и не удостоилась места в библиотеке на Тайд-стрит. Дуглас был безраздельным владыкой мыслей, времени и денег Оскара. Он ел, одевался и развлекался за счет друга. Оскар оплачивал все, начиная от парикмахера, брившего Альфреда по утрам и кончая фиакром, отвозившим его ночью домой. Оскар иногда давал ему понять, что некоторые прихоти он мог бы оплачивать деньгами семьи. У Альфреда не хватало духу сокращать скромные средства матери. Оскар пытался умерить эту похвальную заботу о кошельке леди Куинсбери. Высказаться более резко он не смел. В своем отношении к Альфреду он становился все малодушнее, и вся его решительность исчерпывалась только мыслями до молчаливыми обетами. Благие намерения это чеки на банк, где у вас нет счета, изрек Уальд однажды, меланхолически качая головой и не объясняя, чем подсказан этот афоризм. Если случайно и вырывалось резкое слово, он тотчас его заглаживал нежностью и лестью. Не только в письмах, но и в обычном разговоре он осыпал Альфреда самыми восторженными комплиментами, лишь изредка позволяя себе небольшую жалобу. «Мне очень жаль, Бози, не раз повторял он, что ты смотришь на меня, как на человек полезного. Каждому художнику это неприятно. Художники, подобно самому искусству, по природе своей бесполезны». Эти осторожные фразы приводили Альфреда в бешенство. Человек, которого Оскар называл утренней звездой жизни, злился, кричал, хлопал дверями, забежав в клуб, писал там оскорбительное письмо и отсылал его сослужителям. Минуту спустя появлялся сам, прежде чем Оскар успевал дочитать письмо и спрашивал, заказан ли обед в Савое и куда они пойдут вечером. Уайльд, слабый и беззащитный при его вспышках, уступал и всегда удовлетворял все его требования. «Для меня было сладостным унижением позволять Оскару оплачивать мои расходы», сообщал Дуглас несколько лет спустя, так и не зная, о каких суммах шла речь. Уайльд не был расточителен. Довольно щедрый по натуре, он всегда умел умерять свои прихоть. Обеды в итальянском ресторанчике с верным и степенным Робертом Россом обходились по полкрона с человек, а из разговоров за столом возникли диалоги «Интеншнс». Жизнь с Дугласом была бесплодным мотовством. В тюрьме Оскар нашел время подсчитать потраченные им крупные суммы. Он так точно их указывал, что можно было бы подумать, будто у него сохранились какие-то счета или записи, но в камере у него не было ничего, кроме пера, чернил, чистого листа бумаги, до преисполненной горечью памяти. «Если я тебе скажу, писал Уэльд, что с осени 1892 года до дня моего ареста я потратил с тобою и на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря о векселях, неужели ты решишь, что я преувеличиваю? Мои обычные расходы с тобою за обычный день в Лондоне ленч, обед, ужин, развлечения, экипажи и прочее составляли от 12 до 20 фунтов, и, очевидно, расходы за неделю соответственно достигали от 80 до 130 фунтов. Три месяца, проведенные нами в Горинге, обошлись мне в 1340 фунтов. Леди Кунсбери удалось отправить сына в Египет. Оттуда он должен был поехать в Константинополь, чтобы занять должность атташе в британском посольстве. В квартире на Сент-Джеймс-Плейс рукопись идеального мужа возвратилась на письменный стол. За несколько недель три акта комедии достигли последней ремарки «Занавес», и осталось еще время сделать набросок флорентийской трагедии, да написать несколько страниц ритмической прозы «Святая блудница». Работа была не слишком трудная, в «Святой блуднице» повторялись обороты, найденные при создании Соломея. Уальд никогда не понимал, что если хочешь создать нечто великое, надо напрячь силы до пределов твоих возможностей, не раздумывая о том, большая ли эта вещь или малая. Он всегда больше говорил, чем писал, умилялся своим произведением, сам говорил о них с восторгом, никогда не трудился, что называется, изо всех сил, и в конце концов оставался при блестящих мелочах, которые равно удовлетворяли и его тщеславие, и лень. Между тем письма Дугласа лежали нераспечатанные. Леди Куинсбери просила Уальда ответить ему, но ни одно ее слово, ни одна фраза не могли нарушить ленивую тишину его равнодушия. Бывали минуты, когда он только с величайшим усилием мог припомнить рисунок бровей, так симметрично, так изящно изогнутых над этой парой глаз, чей взгляд, отделенный тысячами километров, никак не мог его отыскать. Дуглас, наконец, стал слать телеграмму жене Уальда. Констанция читала эти длинные тревожные телеграммы, совершенно ошеломленные. Имя, которым они были подписаны, было для нее ненавистнее всех имен, какие когда-либо обременяли ее память. Оно начиналось с той же буквы, что и «Дьявол», и в воображении Констанция два этих слова звучали одинаково. Уже несколько лет ей казалось, будто муж околдован нечистой силой. Подавая Дугласу руку или чашку чая, встречая его взгляд, даже слыша его голос в соседней комнате, она всегда испытывала в душе глубокое содрогание. Никто и не догадывался, чего ей стоило каждое любезное слово, каждая улыбка, которыми она его встречала. Впрочем, слов, какими они обменялись, не хватило бы, чтобы заполнить одну страницу почтовой бумаги. Поэтому ее поражал обрушивавшийся теперь на нее поток фраз, оглушавших ее, несмотря на дальность расстояния. Она не знала, что делать. Держа полные пригоршни этих слов гнева, отчаяния и угроз, она очудилась ей, держала в своих руках какое-то неведомое, неминучее, несчастье. Ее руки никак не могли справиться с такой ножей. Она аккуратно по датам сложила все телеграммы на столе мужа и в полной растерянности. Не придумала ничего иного, кроме того, что было для нее легче всего — просить мужа ответить Дугласу. В тот же день была отправлена в Афины телеграмма, где говорилось, что время все исцеляет. Дуглас немедленно выехал в Париж. С дороги он присылал страстные, умоляющие телеграммы, добиваясь встречи. В гостинице застал короткое письмо, в котором Уальт сообщал, что приехать не может. На другой день утром принесли на Тайд Стрит телеграмму в 11 страниц. Не может быть, Оскар, чтобы ты не хотел меня видеть. Я проехал всю Европу, ехал без передышки шесть дней и шесть ночей, чтобы тебя увидеть хотя бы один час. В конце он угрожал самоубийством. Несколько лет спустя Уальт размышлял над тем, что его тогда побудило уступить. Ты сам часто рассказывал, сколько было в вашем роду обогревших руки собственной кровью. Твой дядя наверняка, а возможно и твой дед в числе других членов твоего безумного буйного рода. Жалость, давняя привязанность к тебе, забота о твоей матери, для которой твоя смерть при таких страшных обстоятельствах была бы непереносимым ударом, ужас при мысли, что такая молодая жизнь, в которой, несмотря на все плачевные ошибки, была еще надежда на нечто прекрасное, могла бы окончиться столь страшно, да и простое человеколюбие, все это, коль надобны тут оправдания, может служить оправданием моего согласия на то последнее свидание с тобой. Дуглас в Париже встретил Оскара слезами. Он плакал во время обеда у Вуазена и за ужином у Паяра. Он не выпускал рук у Альда из своих горячих ладоней. Он вел себя, как ребенок, полный горя, раскаяния, нежности. Все недоразумения исчезли, примирение было полным. Через два дня они возвратились в Лондон. Когда они завтракали в кафе Ройл, в зал вошел маркиз Квинсбери и сел за столик поодаль. Оскар, который уже несколько раз видел маркиза, но так близко видел впервые, поглядывал на этого странного старика с неумеренно резкими движениями, с постоянно сверкающими гневом глазами, с некрасивым, обрюзгшим и недовольным лицом. По рассказам Дугласа, Уайльд знал, что маркиз тиранил свою кроткую жену, разрушил семью, промотал огромное состояние. 30 тысяч акров земли и 20 тысяч фунтов рент. Когда-то изысканный джентльмен и прекрасный наездник, он уже многие годы не мог успокоиться, что не получил национальной премии, которую его жеребец Ол Джо завоевал под другим жокеем чуть ли не на другой день после того, как был продан. С тех пор маркиз был во вражде со всем миром. В спортивных кругах он пользовался славой создателя правил бокса, а в обществе более широком был известен как воинствующий атеист, особенно со временем премьеры «Майского обещания» Теннисона, когда маркиз изложи театра «Глоб» осудил эту пьесу с позицией атеизма. В клубах, в ресторанах, на приемах сей омэ аристократ неустанно и бездумно заявлял о своем агностицизме, отпугивая всех нудной своей назойливостью. Пьяница, скандалист, грубиян, он унаследовал от мрачного клана дугласов такой нрав, какого достало бы для нескольких заурядных негодяев. Бози, поднявшись, пригласил отца за стол у Альда. После минутного колебания маркиз согласился. Некоторое время он сидел мрачный, положив локти на стол, пил вино и молчал. Но не прошло и десяти минут, как он начал смеяться и отвечать на остроты у Альда. Подли кофе, ликеры и сигары. Внезапно речь зашла о христианстве. И тут старый агностик, подзадоренный несколькими парадоксами, разгорячился. Альфред, соскучившись, оставил обоих рассказывать анекдоты о монахах и монахинек. Я слышал, вдруг сказал Куинсбери, что Бози оставил Оксфорд, не сдав экзамены. О, воскликнул Уальд, экзамены это чистейшая чепуха. Кто джентльмен, тот знает все, что ему надо. А если он не джентльмен, все, что он знает, ему вредит. Встав из-за стола, они вышли из зала под руку, как друзья. В тот же вечер Альфред получил письмо, в котором отец писал. Собираешься ли ты теперь бездельничать? Все то время, которое ты бестолку проводил в Оксфорде, меня дурачили уверениями, будто ты готовишься к дипломатической карьере, а потом будто ты намерен изучать право. Мне, однако, кажется, что ты ничего не хочешь делать. Не надейся, что я буду оплачивать твою праздность. Ты готовишь себе нищенское будущее, и было бы жестоко и безнравственно с моей стороны помогать тебе в этом. Во-вторых, тут я касаюсь самого болезненного пункта, речь пойдет о твоей близости с этим типом, с Уальдом. Это должно прекратиться. Или я от тебя отрекусь и лишу тебя средств к существованию. Не хочу анализировать эту близость и ни в чем не обвиняю, но я видел вас вдвоем, как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свои интимные отношения. В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц. Не удивительно, что о вас столько говорят. Я знаю из надежного источника, что, впрочем, может быть и неверно, будто его жена добивается развода, обвиняя его в садомии и прочем разврате. Правда ли это? Что ты об этом знаешь? Если это подозрение имеет какие-то основания, и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой встрече. С этим письмом Дуглас приехал на Тайд стрит. Читая, он высмеивал каждую фразу. Уайльд слушал его молчь. Он испытывал страх перед неопределенной, но близкой опасностью. Успокаивая Альфреда, он говорил, что не хочет быть ставкой в игре их взаимно враждебных чувств. Было бы нелепо идти на подобный риск. В конце концов у него в жизни есть дела поважнее, чем связываться с пьяницей и кретином. Бози кричал, что не позволит отцу вмешиваться, не его дело, кого он Бози выбирает себе в друзья. Его возбуждение было явно окрашено восторгом, что он станет предметом спора между одним из знатнейших аристократов Англии и самым знаменитым ее человеком. Это невероятно льстило его тщеславие. «Роковые ошибки в жизни, говорил Аскар, совершаются не потому, что человек поступил неразумно. Минута неразумия может быть самой прекрасной минутой. Гибель приходит лишь тогда, когда ошибки становятся логичными и последовательными». Дуглас махнув рукой ушел. Еще за час до этого он в ответ на письмо отправил отцу телеграмму. «Какой ты смешной человечешка!» На другой день лорд Куинсбери появился на Тайд-стрит в сопровождении своего друга, бывшего боксера. «Полагаю», сказал Уальт, «что вы пришли просить у меня извинения за написанное вами письмо, где содержится оскорбление на мой счет. О, нет, письмо было интимное, адресованное моему сыну. Как же вы смеете говорить подобные вещи обо мне и о своем сыне? Вас обоих выставили из отеля Совой за то, что вы вели себя там непозволительным образом. Это ложь. «Все равно, все равно», кричал Куинсбери, размахивая короткими судорожно дергающимися руками, «но я говорю вам, что если еще раз встречу вас с Альфредом, я вас отколочу, отколочу». Не знаю, каков кодекс чести у Куинсбери, но мое правило — стрелять в голову каждому, кто на меня кинется». Уальт открыл дверь и позвал слугу. «Это маркиз Куинсбери», сказал он, «самый беспардонный грубиян в Лондоне. Я запрещаю тебе впускать его в мой дом. А теперь», обратился он к непрошенным гостям, «убирайтесь отсюда». Маркиз обошел все рестораны, где бывал Уальт, угрожая, что устроит скандал, если застанет там своего сына в обществе Оскара. Дуглас нарочно посещал эти заведения, да еще каждый раз предупреждал отца, где будет обедать и в какое время. Куинсбери старался приходить туда через полчаса после того, как сын и Уальт уйдут. Неожиданное происшествие отвлекло его внимание в другом направлении. Старший его сын Виконт, Драмлан Рик, получил сан Перо Соединенного Королевства с титулом лорда Келхеда. Старый безбожник, который сам не был членом палаты лордов, потому что не желал приносить присягу, целый месяц засыпал королеву Гладстона, лорда Росбери оскорбительными письмами, он грозился, что поколотит лорда Росбери, который осуществил это пожалование. В Гомбурге видели, что он с хлыстом в руке кружил у дворца министра. Как удалось уладить это дело без скандала, осталось тайной принца Уэльского, имевшего с маркизом беседу наедине. Куинсбери вернулся в Лондон и снова принялся ходить по клубам и ресторанам. Нудный этот старик стал теперь даже занятен с тех пор, как перестал воевать с Господом Богом и рассказывал всякий вздор о человеке, интересовавшим всех. Наконец и это приелось. Ведь маркиз не мог придумать ничего, кроме того, что Уальд заслуживает дубинки и что его надо посадить под замок. Подобные угрозы старика встречали весьма вялое одобрение. На большее были неспособны сонные мозги в опивок в час, когда убираются стола. Как-то вечером в дом на Тайд-стрит явился неизвестный, желавший поговорить с самим мистером Уальдом. Назвался он Алленом. Тихо прикрыв за собой дверь кабинета, он без приглашения сел у стола напротив хозяина. Место это он выбрал будто нарочно, чтобы на него не падал свет лампы. Долго нельзя было разобрать, о чем он говорит. Он глотал каждое второе слово, давился, кашлял. Наконец, все же стало понятно, что в его руках находятся некие письма, которым лучше бы лежать запертыми на ключ в этом солидном письменном столе, у которого он имеет честь сидеть. Догадываюсь, что вы говорите о моих письмах к лорду Альфреду Дугласу. Я видел копию одного из них. дав его списать, вы совершили бестактность. Зачем вы это сделали? Я заплатил бы вам крупные деньги. Это одна из прекраснейших вещей, мною написанных. Письма уже давно ходили в списках. Бози никогда о них не заботился, оставлял их в ресторанах, в гостиницах, в клубах. Целая пачка писем была у Альфреда Вуда, приятного малого, без определенного занятия, которому Дуглас отдал свою старую одежду. Из полумрака, в котором сидел гость, блеснул взгляд злых глаз. Это письмо можно толковать весьма любопытным образом. Несомненно, рассмеялся Альфредуальд, ведь искусство вещь для криминалистов непонятная. Он схватился за шею быстрым жестом, как делал всегда, когда шутил, и вдруг почувствовал, что его рука дрожит. Аллен этого не заметил, он сидел, опустив глаза. Кое-кто дает мне за это письмо шестьдесят фунтов. Возьмите их. Шестьдесят фунтов приличная цена. Мне никогда столько не платили за такой маленький кусочек прозы. Но я поистине счастлив, что в Англии есть человек столь тонкий, что готов купить за эту цену одно мое письмо. Так что мне непонятно, зачем вы пришли ко мне. Прошу вас, продайте это письмо. Продайте, не откладывая. Уайльд встал, провожая Аллена до дверей, он чувствовал томительную тяжесть в ногах. Тот господин сейчас путешествует, пробормотал Аллен. О, он вернется, он наверняка вернется, сказал Уайльд. Аллен попятился и снова сел на стул. Теперь он начал охоть и стонать, что он, мол, очень нуждается. Уайльд дал ему полфунта. Письмо, о котором вы говорите, вскоре будет опубликовано в виде сонета. Аллен ушел. За окном слышались медленные шаги полицейского, проходившего мимо дома. В ворота постучались. Уайльд поспешил сам открыть. Моя фамилия Клиберн, сэр. Аллен дал мне письмо. А я не хочу ничего об этом слышать, вскричал Скар. Мне нет дела до его писем. Аллен велел мне отдать его. Почему? Он говорит, вы были к нему очень добры, и он не хочет вас обманывать. А в общем-то, ведь вам на нас наплевать. Письмо было измято, засалено, перепачкано. Неслыханно так обращаться с моей рукописью, «Что делать?» вздохнул Клиберн. «Оно прошло через столько рук!» Уайльд дал ему несколько шиллингов. Возвратясь в кабинет, он сел в кресло и, прикрыв лицо руками, просидел, не двигаясь долго, очень долго. Он понял это, когда наконец поднялся, потому как одервенели у него ноги. Подойдя к окну, он приподнял штору. На улице угасали фонари на фоне раннего июньского рассвета. Мир был пустынен, сер, бескрасочен. Стало невыносимо жить среди всей этой грязи и этих подонков. Уальд сбежал из Лондона, укрылся, насколько то было для него возможно, в прелестном Уортинге, расположенном у пенистых вод канала. Он работал над новой комедией, как важно быть серьезным, стараясь обрести вновь свободу и живость ума, которая оказалась его покинула в последние месяцы. Все громче говорил в нем долго подавляемый бездельем инстинкт писателя. Ревнивые отношения к своему времени, жажда тишины и одиночества, мучительные усилия поддерживать непрерывную работу мысли делали для него ненавистным все, что могло опять ввергнуть его в столичную суету. И на ряд недель заточили его в уединенном домике, столь близко стоявшему море, что рокот волн заглушал все городские шумы. Дуглас не показывался, не писал. Его молчание, однако, больше занимало мысли Оскара, чем самые многословные письма. Однажды, когда оно тревожило его особенно неотступно, с почты принесли довольно тяжелый больше обычных размеров конверт. В конверте находилась длинная поэма Альфреда, старательно написанная на больших квадратных листах веленивой бумаги. Не успел Оскар дочитать до середины, как наступили сумерки, так неожиданно, словно все вокруг заволокло серостью этих длинных виршей. Не могу тебе выразить, как я тронут, писал Оскар вечером. Поэма пронизана тем легким изящным лиризмом, который тебе присущ. Это кажется нетрудным тем людям, которые не понимают, какое нешуточное дело заставить поэзию легко плясать среди цветов, да так, чтобы ее белые ноги их не смяли. Для тех же, кто понимает, такая способность имеет очарование чего-то редкостного и утонченного. Моя пьеса и вправду забавна. Я совершенно ею захвачен, но еще не оформил в целом. Диа, Диа, бой, ты для меня значишь больше, чем кто-либо может себе представить. Ты воплощение всего мне приятного. Когда мы не в ладах мир теряет краски, но в действительности ведь редко случается, чтобы мы не ладили. Думаю о тебе днем и ночью. Ответь мне сразу, о ты, дитя с медовыми волосами. Письмо было на двенадцати страницах. Вместо ответа Дуглас приехал, да еще привез с собой товарища, которого Уальт не пустил в дом. Боззи поселился в гостинице, а через несколько дней снова явился уже один и стал жаловаться на скуку и безлюдья Уортинга. Вдвоем они выехали в Брайтон. Был уже вечер, когда они прибыли в Гранд-отель. Дуглас почувствовал, что болен и лег. Ночью у него открылся жар. Доктор установил тяжелую инфлюенцию. В течение пяти дней Уальд был при больном. Только по утрам выходил на часовую прогулку, да после полудня выезжал в экипажи. И то через четверть часа возвращался, чтобы не оставлять Альфреда одного в то время, когда его состояние быстро ухудшалось. Уальд приносил ему цветы, фрукты, книги, маленькие подарки, которые могли его развлечь или доставить удовольствие. Распорядился доставить из Лондона корзину винограда, потому что виноград, который подавали в отеле, был, по мнению лорда, несъедобный. На ночь дверь в соседнюю комнату, где спал Уальд, оставалась открытой. Он прислушивался и был готов прибежать по первому зову. Как только Дуглас выздоровел, Уальд снял отдельную квартиру, чтобы снова сесть за работу. Бози велел перенести туда свои чемоданы. Рукопись начатой комедии валялась на письменном столе среди воротничков и перчаток Дугласа. Через несколько дней заболел инфлюенцией Оскар. Спальня находилась на третьем этаже. Больной по целым дням был без присмотра. Дуглас забегал на несколько минут, чтобы захватить денег, и исчезал, не исполняя ни единой просьбы Оскара. В какой-то день он и вовсе не явился, хотя обещал, что вечером после обеда посидит с больным. Уальд ночью не мог заснуть от жары и жажды. Около третьего часа в темноте, дрожа от холода, он спустился вниз поискать воды в своем кабинете. Дуглас был там, раздевался. Он был пьян, стал кричать, что ему не дают спать, что его заставляют ухаживать за больными, что он не может себе позволить ни малейшего развлечения, чтобы тут же не услышать упреков и жалоб. Было столько злобы, пошлости, ничтожности в его словах и во всем его виде, что Уальд не в силах подавить отвращение ушел. Уже рассвело, когда слуга принес ему стакан воды. В одиннадцать часов пришел Дуглас, сел в кресло напротив кровати и начал сперва тихим голосом, потом все громче и, наконец, дойдя до крика, повторять ночную сцену. На столе лежал наполовину исписанный листок. Дуглас взял его. «Я не одобряю сочувствие к больным», читал он, «считаю его болезненным. Болезнь не принадлежит к тем занятиям, которые надо поощрять. Здоровье — главная обязанность в жизни». Это были слова леди Брэкнелл из «Начатой комедии». Прочитав их, Дуглас бросил листок на стол и разразился громким хохотом. Оскар не двигался. Спрятав голову в подушке, он почти шепотом приказал Дугласу уйти. Он слышал, как Альфред встал. Невольно открыв глаза, он увидел, что тот стоит на середине комнаты. Лицо Альфреда было красное, страшное, он хохотал, выл, и, наклоняясь вперед, медленно приближался к кровати. Больного охватил неодолимый испуг. Быстро сбросив одеяло, он босиком в одном белье сбежал вниз на первый этаж. «Ты хвалил меня за предусмотрительность, согнавшую меня с кровать», вспоминал Уальд впоследствии в своем письме из тюрьмы. «Ты говорил, что этот момент был для меня опасным, более опасным, чем я воображал. О, я слишком хорошо это чувствовал. Что сия означало в действительности, я не знаю. То ли при тебе был револьвер, который ты купил, чтобы пугать отца, и из которого однажды выстрелил при мне в ресторане, не зная, что он заряжен. То ли ты тянулся к ножу, который случайно лежал на столе, стоявшем между нами. То ли, забыв в азарте о том, что ты ниже меня ростом и слабее, ты хотел броситься на лежащего в постели больного человека, не могу сказать. И до ныне я этого не знаю. Знаю одно. Меня неудачащего страха. И я понял, что если тотчас не уйду из комнаты, ты совершишь или попытаешься совершить нечто такое, что было бы даже для тебя источником позора на всю твою жизнь. Оказавшись в своем кабинете, Уайльд позвонил. Пришел сам хозяин дома. Уайльд попросил его подняться наверх и посмотреть, находится ли Дуглас в спальне. Хозяин вернулся с вестью, что там никого нет. Он помог Уайльду взойти наверх, уложил в постель, послал за доктором и обещал, что будет поблизости на случай, если позовут. Доктор нашел, что состояние больного намного ухудшилось, жар усилился. Он предписал полный покой и, уходя, опустил шторы на окнах. Вдруг Оскару показалось, что он снова слышит шаги доктора, словно тот опять подымается по лестнице. В открывшихся дверях появился кто-то. Оскар почти сразу узнал в полутьме Дугласа. Тот шел на цыпочках, пошарил руками по столу, потом по карнизу камина, собрал и сунул в карман все деньги, которые там нашел. Час спустя, уложив свои вещи, Дуглас уехал из Брайтона. В одиночестве, без всякого ухода, борясь два дня с болезнью, Уальд, однако, испытывал огромное облегчение. Тень Альфреда, кружащего по комнате в поисках денег, казалось, навсегда заслонила всю их прежнюю жизнь. Было бы позором поддерживать даже обычное знакомство с человеком такого сорта. Видя, что пришла наконец решительная минута, Уальд был охвачен глубокой радостью. Сознание неизбежности разрыва наполнило его спокойствием, жар спал, и через два дня он сошел вниз обедать с глубоким целительным чувством свободы. То был день его рождения. В кабинете он нашел много телеграмм, писем, и на одном конверте узнал почерк Дугласа. Вскрывая письмо, Оскар не мог превозмочь грусти при мысли, что прошло то время, когда одной ласковой фразы, одного нежного обращения или слова раскаяния было довольно для примирения. Но то не было покаянное письмо. В нем содержалось тщательное повторение тех же оскорблений, ругательств, сарказмов, которые Дуглас выкрикивал два дня назад. «Когда ты не на своем пьедестале, ты вовсе не интересен. в следующий раз, если захвораешь, я тотчас уеду», таковы были последние слова после обычной подписи Бози. Уайльд сжег письмо в камине, как вещь, прикосновение к которой, или даже взгляд, может замарать. Он известил хозяина, что уедет через три дня в пятницу. В пятницу он мог застать в Лондоне поверенного маркиза Куинсбери и сделать заявление, что больше никогда ни под каким предлогом не позволит лорду Дугласу войти под его кров, сесть за его стол, появиться где бы то ни было в его обществе. Копию заявления он собирался послать Альфреду. В четверг вечером черновик документа был готов. Утром в пятницу перед отъездом он, кончая завтракать, заглянул в лежавшую перед ним газету. На первой странице была телеграмма с известием о смерти старшего брата Дугласа. Виконт Драмлан-Рик был найден мертвым в канаве, рядом лежало разряженное охотничье ружье. Через несколько дней должна была состояться его свадьба. То, что было, как выяснилось позже, несчастным случаем, в первую минуту сочли трагическим самоубийством. В эту брешь образ Дугласа снова свободно вошел в душу Уальда и целиком ею завладел. Уальд послал телеграмму, потом письмо, призывая приехать, как только сможет. Альфред приехал в глубоком трауре, плакал, ища поддержки и утешения, как ребенок. Искренняя печаль делала его более близким, более родным, чем когда-либо. При его отъезде Уальд дал ему цветы положить на могилу брата, цветы как символ не только красоты его жизни, но и той красоты, которая дремлет во всех живущих и может пробудиться для света. Брайтонские воспоминания быстро утратили остроту, как и все прочие такого же рода, и заслоненные согласием последующих дней рассеялись, будто кошмар минувшего бреда, о котором здоровое тело уже не помнит. Они даже приобрели комический оттенок, и десятками намеков вошли в комедию о том, как важно быть серьезным. Леди Брэкнелл получила свою фамилию по названию поместья матери Альфреда. Джек потерялся и нашелся где-то между Уортингом и Брайтоном, а минута притворного траура по несуществующему Эрнесту напоминала обоим друзьям тот день, когда Бози появился в цилиндре, повязанном широкой крэповой лентой. Лучшая комедия Уальда была созданием его в конец опустошенного сердца. Он очень изменился, потучнел и при высоком своем росте казался огромным. Мускулистые руки стали толстыми, пухлыми, лицо приобрело багровый цвет, а мясистые разбухшие губы и несколько подбородков делали его более чем когда-либо схожим с бюстами Нерона или Вителия. Во всей фигуре Уальда в тяжелых сонных движениях чувствовалась присыщенность. Глаза утратили живой блеск, взгляд стал жестким. Появляясь в обществе, он не слушал фамилии людей, которых ему представляли, шел как бы оттесняя всех на своем пути, требовал, чтобы средь бела дня опускали шторы, чтобы меняли цветы или сервис на столе, если их окраска или узор его раздражали. Он мог внезапно встать и подойти к сидевшей напротив даме, сказать сударыня, видели вы когда-нибудь вампира? У вас такие глаза, будто они уже видели вампира. Или, взяв кого-нибудь под руку, тащил к окну и, обдавая горячим дыханием, шептал, а вы знаете, почему Иисус не любил свою мать? Скажу вам по большому секрету, потому что она была девственница и разражался хриплом, жестким смехом. Он утратил прежнюю непринужденную веселость, говорил усталым голосом, не рассказывал истории. В первые дни января после премьеры идеального мужа он уехал в Алжир. В Блидахе с ним встречался Андре Жит. Видите, сказал Уальд, я сбежал от искусства, отныне хочу чтить только солнце. Жизнь он чтил с большим, чем когда-либо благоговением, на наслаждение смотрел, как на долг. Наслаждение — вот что нужно. Не будем говорить о счастье. Главное, не будем говорить о счастье. Мой долг развлекаться, развлекаться изо всех сил. На улице его всегда сопровождала стайка сорванцов с золотистыми от солнца телами. Он пригоршнями бросал им монеты. Но вдруг среди крика и смеха он застывал, побледнев и дрожа, словно увидел провидение. Поговаривал о возвращении в Лондон, и из некоторых его намеков можно было понять, что образ маркиза Квинсбери витает перед его тревожным взглядом. Но что вас там ждет, если вы вернетесь? спрашивал жид. Знаете ли вы, на какой риск идете? Этого никогда не надо знать. Странные люди, мои друзья, советуют мне быть благоразумным. Благоразумие! Может ли оно быть у меня? Это было бы отступлением, а мне надо идти как можно дальше. Я не могу уже идти дальше. Должно что-то случиться, что-то другое. В конце января он сел на пароход. Он всегда плыл под такими сияющими парусами, что никто и не догадывался о том, что кормилом его судно правит черная рука рока. И рока другое. Редактор сел